Так, сейчас, наверное, это, кажется, восьмая часть трансляции меня поправит, товарищ. Только что мы очень классно с вами справились с миссией, с первой миссией террора. Правда, получили гранатомётчиком, новым, кстати, гранатомётчиком, ранение на 22 дня. Получили два повышения. Мантич, пулемётчик. 72, точность, шквальный. Огонь гарантированно, ловушка вообще, мне понравилась очень. Даёт плюс 20 попадания по противнику, пытающийся двигаться при подавлении огня. То есть вот это вот массовое широкое подавление, повышенная точность. Жена наша, новый саппорт, хорошая точность. Можно её качнуть, конечно, на протокол нападения. А можно её разнообразие ради прокачать в специалиста по... Да, давай вот так вот. 10 меткостей в овервоча и криты в овервоча. БСП, гранатомётчик. Ой, уже новый левел, нифига себе. Тяжёлая артиллерия, уже мощный взрыватель, точно в цель бомбы синий экран. Синий экран, светошимовый, дезинтирует роботов. Снижаю устойчивость к взлому. Мощный взрыватель, дополнительная единица урона. Нет, давайте стандартные грянки. Он там по гранатам хорош. Ещё 2 левела, по-ненэксперт и ледокол. На эксперта новый рейнджер. Ледокол тоже новобранец был. Гранатомётчик, 75 точность, класс. А где трупы? Мы же там должны были массу трупов перенести. Да, сниженные воли у... У БСП. Так. Короче, давайте подводить какие-то предварительные итоги. Основной отряд у нас в строю. Наверное, нужно сейчас разведданные. Разведданных до 80 для третьего региона я так и не получил. Возможно, стоит сюда идти? Три дня. Мы проникновение... А, мы проникновение прерывали. Вот в чём дело. Прерывали. Жалко. Хотя там незначительное. А, нет. Ну я же не могу так просто взять и полететь. Да, увы. Так. Разведданные хочу. Видимо, вот здесь вот мы четверых спасли. Мирных только. Их четверо и осталось. Очень жаль. Так. Единичку нужно разведданных. Опа. Заметная активность. Разведданные. Что за отряд там вообще? А, хапа. Да вы с ума сошли. Есть. Разведданных 80. Идём устанавливать контакт сюда. Как даре будет? Скорее всего, на следующей неделе. Понедельник, вторник, вечерком. Так. Основы исследований. Снижены на единичку. Исследование будет быстрее. Начать новое исследование. Надо сейчас понять, что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я думаю, вскрытие мутона, потому что это даст, кажется, нам 15 дней. Это, кажется, гренки даст. Элериевый реактор. Ну, кстати, вскрытие мутона очень долго идёт. Адаптировать их в плазменное вооружение под наши задачи. Это плазменное оружие. А если мы просто труп, труп мутона, принесёт сплавы просто. Можем переработаться на материалы. Крайне важно для исследований. Отвент логин. Всё в порядке. Просто ресурсы, говорят, даст. Препарирование, три штуки. Сплавы. Сплавы есть в небольшом количестве. Видимо, нужно вскрывать. Так. Яды. Это, видимо, гранаты какие-то, да? А, медицина. Это аптечки хорошие. Сектоид. Псиспособности. Может, дроидов возьмём? Спецом? А, нет. Это разбор обломков. Это тоже единица сплавов. Устройство незаметно сканировать по любое. Сканер. Может быть, инженерные процессы тогда. Хотя это просто из изготовления. Вскрытие мутона. Плазменное оружие. Ну, давайте, ладно. Плазменное оружие. Мутону вскрываем. Непростое исследование, конечно, но тем не менее. Так, минимальное предмет на объекте. Прникновение 154. Эта миссия кажется с одним человеком. Хапочка как раз полетит. Сканер же мастхэв. Зачем? Учитывая то, что есть ниндзя, зачем сканер? Учитывая то, что здесь нет миссий таких с диким количеством безликих, потому что они уже не так... Ну, я помню, как безликие в ваниле были. Три штучки на первом или на втором месяце. Это была дичь, конечно. Но здесь они вообще не страшны. Здесь гораздо страшнее другие вещи. Миссии, где, например, каждый ход появляется там пак, как вот в терроре. Так, ну это соло-миссия, ребят. Кэж данных пришельцев. Не особо он нам нужен, но... Учитывая то, что здесь народу не так много... Ой, восемь ходов только. Восемь ходов. Идти желательно напрямую. Я полагаю. Главное, чтобы здесь не было мирных за углами. Да, вот так вот. Хоть увидим кого-то здесь. Первый пак. Можно через мост попробовать сигануть. Мост даст вижен, опять же. За время отсутствия серьезных прошествий не обнаружено. Да-да-да. Террор только подавили, и все. А так хорошо. Раз. Два. Пропускаем этот пак. Но мне еще же нужно разведчик вызвать. Вызвать, точнее. И вот здесь есть проблема. Она связана с тем, что я не знаю, где находится тот пак. Ужем. Надо подходить как-то вот так. Сначала. Ой, дроид. Черт. О-о-о. Надо сильно обходить, друзья. Надо очень сильно обходить. Прочередем вот так. У этого рейндж очень хороший на разведке. Так. Опасно. Опасно. Хорошо. А могу ли я как-то... Сбоку все-таки добраться? Мне кажется, что эта штука вообще закрыта полностью. А, не, вон, есть дверь. Есть дверь. Что, рисковать? Сзади двери нет. И давай вот так еще. Чуть-чуть. Мне нужно увидеть рейндж туретки. Ой, там этот... Опасно. Здесь я уже не пройду. Здесь я уже не пройду. Черт. Что делать? Есть мысли? Зашел на стрим к овце. Офигел, это что, ГГРУ? Ну, такой сайт ты можешь посмотреть в адресной строке. А зачем ты зашел на стрим овцы? Зачем ты его продолжал смотреть? Тебе же надо взорвать, я что-то не понимаю. Нет, мне нужно... Он сам взорвется через три хода. Я должен собрать данные оттуда. Короче, я не могу с этим товарищем сражаться. Увы. Попробую. Блин, был бы специалист, может быть и зашел бы туда. Проверим, есть ли вход с этой стороны. Да, тут еще один бак. Черт. Нет, здесь нет хода. А, нет, есть вход. Ну, там же туретка. А у меня выбора нет. Я должен на пофиг бежать просто и все. На следующий ход пытаться. Да, туреточка. Ну, это ГГ, да. Надо было, конечно, мимо того пытаться лезть, но что ж поделать. Хотя он может дезориентировать будет, а не оглушать. Кто его знает. Через окно в один ход можно, только не забыть сразу эвакуацию. Через какое окно? Уже не важно. Сейчас оглушен и до свидания. Ой, куда он полетел? Мимо. Попал. Дезориентация. Я уже не добегу. Ну и фланг еще один. Бывает. Нулевых спецов бы сюда отправлять. То есть специалист, который только получил задание. Вообще специалисты очень сильно помогают именно на соло-миссиях. Они, может быть, вообще стоит основную группу спецов не включать. Ну, в них меньше пользы, чем раньше было. А растить их исключительно для того, чтобы вот такие вот вещи выполнять. То есть он мог бы подойти к окну и дистанционно взять контейнер. Там сломать компьютер, открыть дверь, неважно. Жалко. Так, новобранцы... Новобранец у нас только револьвер. С весьма средними характеристиками. Лучше, наверное, дождаться месяца и купить кого-нибудь толкового в... Этой. Аспирант, гремучая смесь. Давайте показать солдата. Быстренько ему экипировочку сразу же дадим. Чтобы... Так, гремучая смесь, она дает просто плюс один рейндж. Увеличивает радиус поражения гранат. То есть, в принципе, неважно. Не обязательно брать обычные гренки. Ему более того лучше заморозку брать, раз рейндж увеличен. Но пока светошум возьмем. Неплохо, неплохо. Сейчас две миссии. Минимальная. Вот это важная миссия. Терминал в поезде. Мега сложная. Там мало народу. Но... Туда летит один оперативный. О! Спасибо тебе. Спасибо тебе. Миккин. Миша. Михаил. Здравствуй. Да. Спасибо тебе за твои стримы. Спасибо, что смотришь. Когда ты стримишь эмском, не могу отлипнуть от экрана. Та же тема. У тебя всегда особенная атмосфера. Вчера посмотрел весь стрим полностью. Да не пройдут злобные пришельцы. Вперед. Чо, мандер? Тащи. Миша. А, мы на эту миссию пекаря отправили со скотов ТВ. Она еще сложнее, чем предыдущая, но он может справиться. Отправили самого никчемного. Человек, которого не жалко абсолютно. Но... Если он выполнит, будет очень хорошо. Поезд я буду обходить. Восемь ходов. Ну, потому что поезд такая штука, что в любой момент может выскочить какой-нибудь упырь. Поэтому лучше... Лучше с какого-то краю подходить к нему. Ё-моё, как неудачно-то, а? Четыре человека. Это половина из тех, что есть на карте. Надо резко сейчас влево уходить, скорее всего. Или не резко, а просто возвращаться назад. Просто резко это рискованно. Весьма... Артефакты под лагой. У меня все хорошо. Ну, в смысле, с моей стороны никаких. Трэблф нет. Возможно, это на ГГ, но нет. Двигаемся. Чет лаги. У всех, видимо, лаги. Интересно, Эльдар тут. Я хочу в стоп-старт делать. Должен нормализоваться. Запись Гуддэйта уже доступна. Зато. Напрямок. Ну, так нормально. Ой, а как они далеко-то прошли. Напрямо тоже все. Ну, видимо, на одном из серваков. Так, уважаемые, я близко уже к точке подобрался с одной стороны. Ну, во-первых, в упыри рядом. Надо от них отойти. Но впереди-то тоже кто-то будет. Дурет какая-нибудь. Мне так кажется. Ну, я на пути кем-то рискуем. Зарезаем. Да ладно, неужели мне так просто вот... Скорее всего, и так можно будет тоже к компьютеру подойти. Черт. Я думал, тут зеркально будут точки. Так, а потом нужно вызывать подкрепу. Подкрепу надо вызывать... И убегать, соответственно, на такое место, где врагов нет, скорее всего. Скорее всего, врагов нет вот здесь вот. Взлом путь управления. Текарь-то тащит. Да-да-да. Что-то он радует. Ну, ему еще нужно свалить. А это непросто. Или вообще не выбегать отсюда. Кинуть эвакуацию. Сюда. Два хода. Нет, я попробую цель. Там реально снизу все меня спалили. Ёпрес, это так. И ход еще сейчас. Мимо. Так, утравление. Ладно, утравление. Это не крит в спину. Главное, чтобы этот не успел. Промах. Есть. Живи. Не паникуй. Ну, а сейчас вопрос. Внимание. Эвакуация. Один ход. Тебе нужно как-то уйти, а потом как-то вернуться. Как-то уйти так, чтобы никто тебя никак не смог. Не увидел, пока не обойдет. Скажем, вот так, да? Лучше сюда. Надо было эвакуацию через стенку делать. Если это возможно было. Надо внутрь прямо заходить. Вот так вот сделаем. Не-не-не-не-нет. Не успеет, не успеет. Не-не-не-не, не успеет. Эвакуация. Да ладно, пекарь еще выживет, что ли? Я хочу с этой стороны подойти, чтобы... Потому что они мне... Они вот туда ушли, скорее всего. А так я меньше под овер попаду. Ой, держись. Главное, овервочи снесло есть. Да ладно. Реально. Пекари не такие простые. Нифига себе, скадвач. Безупречно. Нифига себе. Лучше снацвета шума, а то змея догонит. Нет. Нам же догнать через стенку, через стенку. Прикольно. Виньямин. Пеканьяху. Принес разведданных на Goodgame. Прикольно. Малый инжей. Так, ресурсы два дня. Оружейные. Бойцы. Вот он, Виньямин. Повысить. Пулеметчик. 69 точность. Проникновение, стресс, ранение. Всего одно ранение, кстати. Я не обучал бойцов некоторое время. Так, кто у нас не критичен, но нужно тренировать? Может быть, вообще можно левелапы посмотреть. Нет. Мантич. Брюс. Брюс. Ниндзю я не стал бы вообще брать. Потому что она может пригодиться в следующей миссии. Беса-разрушитель. Штурмовик. Пав под вражеский огонь, автоматически отстреливается с 15 лет. Один раз в течение хода. База ворон стрелкова на единичку. Вообще, ответ на огонь для штурмаша неплохо. Но у нее точность не та, чтобы отстреливаться толково. Специалист жена. Прицеливание. Арт. Стрелок из пистолета. Отстреливаемся. Пекаря пока не будем качать. На эксперт и рейнджер. И вот, можно ему мобильность дать. Или, например, урон на единичку и к воле. Скорее, спринтера для начала. Хорошо. Так, исследование идет. Инженерный отсек. Строительство. Мастерская. Раскопки идут в двух местах. Регион типа подключаем. Новая цель уже появилась. Незначительная. Евгения Гусева. Рейнджер. А мы с Женькой где-то. И шесть дней. Слушайте, это неплохая миссия. Во-первых, можем туда текущую группу послать. Рейнджера вернуть. Незначительная. Шесть дней. Девять часов. То есть, два часа в запасе. И получается. Четыре. Четыре с половиной суток. То есть, четыре. Четыре четырнадцать. Четыре четырнадцать это мало. Четыре семнадцать только. Это что-то минималочка взять. Так, бронебойные патроны. Да. Возможно, кстати, взять еще трассирующие пульки снайпера. Чтобы еще пятерку меткости сделать. Ну, это всяко полезнее, чем дым. А, может, только одни боеприпасы использовать. Точно, точно, точно. Дай пистолет тогда пока что. А может, пистолет тебе нормально дадим? Вот этот вот. Эвакуируйте выпей из города, контролируемый адвентом. То есть, я буду уже открыт. Времени у меня будет мало. Скорее всего, нужно гренадера брать. Тут не место для сапресса вообще. А гранатомерщик у нас под стрессом. Может, Беску тогда разрушителем. Ракеты. Ракеты. Большой бум. Это у нее гранаты и ракеты. Да, наверное, ее вместо гранатометчика возьмем. Жилет не хочется, конечно, убрать. Убирать. Я бы даже снял броню. Поставил ей нормальный жилет. Поинтереснее. Поплотнее. Потому что этот только двоечку дает. Это где? А, видимо... Видимо, уже на двоих, на текущих надето. Да, раз и два. Надо произвести еще третий армор. Сериалов мало, но что же делать. А4 плюс 3, хорошо. Так, 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 так. Снайпер бронебойный. Стандартный жилет. Разрушитель граната. Граната. Специалист с хорошей пушкой. Убреса точность хорошая. Очень. Ну как, 73. Можно специалиста заменить еще. Мне тебе точно нужен снайпер-разрушитель? Ок. А если не специалист, то кто? Штурмаж. Штурмаж. Маневренный штурмаж. Рапонга с сабилками зайдет очень хорошо. Не, ну там же тебе нужна эвакуация випада. Тебе специалист не нужен. Короче, убираем. Снимаем броню. Рапонга даем броньку, соответственно. Дополнительную. Нет? Я же снял всю броню. Не пойму. Почему недоступна третья бронька? У меня же их было три. Раз, два и у предыдущего бойца. Странно. Вот она до сих пор. Хотя тут снять все предметы было. Ладно, меняем. Снайпы говорят, не бери. Бежать надо будет. Он нормально бегает. Все хорошо. Хотя. У него есть табилка под фулл укрытие после полного... Ну, если он не стрелял. Да, снайпер, пожалуй, не нужен. Согласен. Хоть он результативный, но реально он плохо помогает. Ладно, берем так. Из вспомогательных, наверное, светошум сюда. А точный специалист тогда. Да. Пулеметчик, снайпер, они такие, на дистанцию. Можно второго ниндзя, но нет. Спец поможет в том числе и поприкрывать. Пушка хорошая. Четыре дня, двадцать часов. А сколько там должно было быть? Четыре... Двенадцать плюс четырнадцать. Не удастся минимум вывести. С таким... С таким составом. Глушаки может поставить. Может Бески поменять пушку? Четыре девятнадцать. А должно быть четыре шестнадцать. Да? Если четверть от шести дней, грубо говоря, это полтора суток, да? Три четверти, соответственно. Соответственно, четыре с половиной. Четыре дня, двенадцать часов. И девять часов в запасе. Это два часа, там тоже, пятнадцать минут. Ну, два часа, грубо говоря. То есть ты должен для минималочки укладываться в четыре шестнадцать, четыре пятнадцать. Но убирать одного человека вообще не хочется, если честно. Ой, может быть были глушители где-то. Изъять все оружие давай. Посмотрим. Нет, нет, нет. Тут все, все бонусы на этом. На пушках других. Блин, ну нужно ж, нужно ж уменьшить. Пушку не надо менять, эту тоже не надо менять. Неужели разве данных закинуть? Куча глушителей на других персах. Да в том-то и дело, что вроде как все, пара глушителей максимум. Элитный, расширенный, модифицированный приклад. Глушитель на хэви есть. И все. Все, один глушак у меня есть. Он особо не поможет. Сейчас мы уберем снайпера, поставим каком-нибудь хэвиком. Поставим ему, соответственно, эту пушку с глушителем. Уберем глушитель. Глушитель на пулемет, офигеть. Уберем пулеметчика. Ну и... На дробовик глушитель можно? 6.19, кажется, там было. 6.16. Реально, один глушитель помог. Хорошо бы еще один час скинуть, но вроде я укладываюсь. 12.5, 4... Не, почему? 4 же. 2, а у тебя 14 должно быть, а у меня 16. Так, попробуй гренку убрать. 16 все равно. Что делать? Влияние способности на минус 5. Да у меня был, скорее всего, ниндзя с шагом. Может, кстати, у меня есть. Но он под стрессом аспирант. Нет, он без этой я белки. У ниндзя была, соответственно, способность. Кажется, по проникновению. А точно у него? Сори, что я так туплю. Влияние способности минус 3. Спринтер, может быть... Мобильность, наверное, общая влияет. Что делать? Ну, или добивать пятого человека в отряд. Да блин. Докликался, е-мое. Плеер лагает. Бывает. Есть прем, есть твич. Есть специалисты. Надеюсь, они слышат меня. Мне придется заново, блин, опять эту хрень делать. Кто-то был третьим. Третьим я брал разрушитель, кажется. Да, с гренками. Вот опять, 4 дня и 16 часов. Нужно 14. Ксардос, у тебя в личных сообщениях должно быть, в уведомлениях прийти должно было быть, на почту. В том числе. Смотри блок справа, наверху ленты и прочее. Короче, мне кажется, что нужно забивать на незначительную и... ну, на минимальную и лететь с плюс 1 человеком. Не обрезая себе эквипмент, потому что ниже я опуститься уже не могу, к сожалению. Только брать, опять же, какого-нибудь с товарищем мобильного можно гранатометчика, кстати, взять. Достаточная мобильность. Укладываемся по времени. Гранатки, опять же, позволяют позволяют расчищать. Только надо ему поставить все-таки пушку нормальную. И поставить гренок. Много-много-много. Ну что, 6 часов, 9 дней, 5 человек. Поехали. Начинаем проникновение. Есть у меня сейчас мысль переключиться на материалы. А, здесь все и так хорошо. Конспирация, материалы. Здесь разведданные. Две материалы. Материалы и конспирация немножечко. Не знаю, на сколько я там... Ой, конвой Адвента. Конвой Адвента. Я забыл, что это за... Просто разведданные. Незначительное... Скрытое событие. Ретранслятор пришельцев. Кто вообще пойдет сейчас на ретранслятор? Кого я там посылал? Ничего себе. Пять человек откуда не возьмись. Мясная хибара миссия называется. Уничтожь, что ретранслятор пришельцев. Ни одна премия нет лагов. Да, там троллить начинают, пацаны. Сейчас, подожди, я посмотрю. Может, я что-то своими силами могу сделать. Это, конечно, расстраивает. Миссия опасна, потому что лемминги у меня здесь. С другой стороны, если уничтожить ретранслятор, он плотный... Жуть! А тут была какая? Незначительная или минимальная? Да, у него КП приличный. Маскировка есть. Итак, что у нас здесь? Дмитрий Филипчук, который работает один. Здесь метка защитана при удалении на... Русбрейн... Лицом к лицу должен забегать, стрелять. Новый снайпер с неплохой точностью. А вы, Мария, с хорошей точностью, лемминг. Павел Федотов, Пептар. А у ЕС Апресс. 12 ходов у нас есть. Народу мало. Незначительно, да? Ну, им будет очень тяжело, я так скажу. Наверное, стоит скипать и бежать сразу в сторону цели. Потому что пытаться вот этими леммингами дюжину врагов высокоуровневых забирать это довольно-таки опрометчиво. Так, вижу мост. А с моста мы случайно не простреливаем его? Нет, он в здании находится. Ой-ой-ой-ой-ой. Снайпера тоже подводи, не выпендривайся. Ты все равно пострелять сейчас не будешь. Мэг, что ли? Мэг, похоже. Так, дверь. Офицер с... Со станом товарищ. И, этот, три человека. По крайней мере, те, что я видел. Может быть, там и четверо их было. Пропускаем. Пропускаем. Стоит ли мне лезть на мост с снайпом? Пока я думаю, никуда лезть не надо, вообще. Мэг, мэг, мэг. Мэг, мэг, мэг. Катя, га. Счет этих надо обходить, нафиг. Их мало, но... Впереди будет еще больше. Если мне удастся их как-то скипнуть... Не нужно их пропускать. Или... Незначительный Михаил, 12 человек. Ты только с тремя первыми собираешься войну начинать. Это очень глупо. Убегай просто. Просто убегай. Кстати, там можно снайпера оставить с углом. Все мы бежим вперед. Ну вот здесь вот наверх его можно повесить. А у него... Куда ты? И еще пак. Похоже, его свойство только 4 человека, 2 обычных офицера и этот. Хорошо, тут мутоны не в каждом паке, блин. Со змеями. Ну смотрите, какая ситуация. 9 ходов. Я, в принципе, выхожу с фланга к передатчику. Здесь есть и окна, и дверь. И я думаю, что начать нужно, начать нужно с... Именно с основной миссии. То есть мы проходим, проходим по стелсам вдоль. Обходим мирных, обходим врагов. Стараемся оставить за своей спиной как можно больше противников. Не ввязываться в пока что ненужные сражения. Насколько это возможно. Пацаны неопытные, нас меньше. Хотя, повторюсь, вот два обычных, это вот вообще пак стандартный. То есть тут в нем нет ничего такого экстраординарного. Так, восемь ходов. Ран-н-ган, мирные. Обходим. Обходим, обходим, обходим. Раз. Ой, тут рискованно. Я же не вижу, что там дальше. За этой. Здесь я не вижу, что. Так, давай-ка ты тогда одним товарищем пойдешь вот сюда вот. Просто, чтобы сделать разведку за белой машиной. Вдруг там мирный стоит просто и... Нет, там никого нет. Хорошо. Ну, стоило перестраховаться. Что, восемь ходов есть? Можно, конечно, даже начать с убийства в ретранслятору, но тогда у меня не будет возможности первый пак на нежданчик принять. Если по-хорошему, я должен рядом с ретранслятором принять первый пак. На халявку. Посмотрим, кто там есть. Objective Sight. Objective Sight, видите как. На самом деле, можно даже, наверное, поставить снайпер каким-нибудь образом, чтобы он видел как-то, как-то... Он непонятно, как будет видеть. Наверное, я вот здесь вот с угла оставлю. То есть он простреливает. Надеюсь, цель будет простреливать. Не простреливает он цель. Это косяк. На моем пути. Везликих в таких миссиях я не встречал, но я особо к мирным-то и не подходил, если честно. Подходим, Семен. Блин, как не хочется мне поднимать тревогу сейчас. Не убивая пак при этом. Думай, 6 ходов. Ты его убьешь в 2 хода. А затем будем отбиваться от пришельцев, да? Ладно, подходи так, пулеметчиком. Надеюсь, скорее всего придется подойти вот так. Хотя ты и так видишь, зачем тебе ближе подходить. Ну, чтобы фулкавер освободить, я не хочу под этими ущербными штуками сидеть. Вот отсюда уже мы цель еще видим. То есть в теории можно проверить, как вот с этих мест простреливается, не простреливается. Здесь простреливается хорошо. Снайперу поставим последний ход сюда. Ну, здесь сложновато, конечно. То есть вот эта подруга не видит. Ну, что так, кто видит? Да, видит. Все. Следующий ход. Атакуем цель. Да, я агресс, но... Что ж поделать? Открой дверь и верни. Зачем, если дверь прозрачная, не простреливается? Все, пулем. Ну, то есть не пулем, просто... Просто внезапно сейчас... Может быть, сейчас чередовать, кстати? Или всеми прям пилиться? Надо еще эвакуацию здесь вызывать сразу же. Не без паники, упырь. Это Firebrand. Эвакуация объявлена. Подождите. А, он попадает из дроба шопа. Маленький урон. С водом. Главное, чтобы сейчас паки не повылазили. Но они должны по скрипту идти сюда. Все, добиваем. Цель выполнена. Главное продержаться до эвакуации. Сейчас чисто овервотчем. Дымы здесь были бы очень полезны. Все. Разбегаем. Дымы здесь. Офицер. Идут. Офицер. Пулеметчик встречает сразу же. 6 урона. Господи, какой красавчик. Ну что, еще кто-нибудь добьет, ребят? Нужно. Есть овервотч Попал Мимо Снайпер Двоечка по дроидам Еще овервотч Нужен светошум, чтобы не оглушили сейчас Сейчас их ход еще будет Он будет подбегать скотинам А нет Ну, светошум главное сюда кинуть Чтобы он не оглушил никого Дроида мы убьем Ой, какая хорошая миссия Получилось очень неплохо Давай попробуй 62 Это новый снайпер, он только-только начинает Как вы видите Есть у него проблемы Молодец Ави Мария стреляет Овервотч, овервотч Два хода до эвакуации Еще пак Сектоид, овервотч Один Ой, там три сектоида Так, туда точно нужно заряжать А что туда нужно заряжать? Там еще инженер Может, ракета есть? Два хода, ребята, держимся А уесопресс может быть Да, уесопресс Полагаю, что... А, ты не видишь никого Ну я предлагаю тогда светошум Предлагать-то, конечно, здорово Блин, дым бы сейчас помог, конечно Может поханкерить? Там пси Ты должен кидать гренку хотя бы одну Качественному Класть ее А этого на овере встречать Просто не побежит сейчас на тебя Но ты его не убьешь Тебе нужно две гренки класть А разброин никак? Разброин на одного, нужно на трех Нужно на трех Только так, да? Внутри сектоида потенциально опаснее одного, кто может Короче, гасим вот так вот светошумом И надо загасить как-то Штурмаша Докинуть до него Может снайпер докинет Докидывает? Куда там? А почему не докидывает-то? Надо подойти просто немножко Как раз до эвакуации подходим А что делать? Если я не подойду, то он подойдет Кому А на овере я не должен рассчитывать, что его сниму Поэтому светошум от снайпера сюда Так, под контроль взять не могут И глушить не могут Дезориентировать могут Но это ерунда Здесь ханкерим остальными всеми Отступаем Ханкерим С богом Должны продержаться Вот этот ход и все Инженер слева, три сектоида А, офицер еще забыл О, еще пак Представьте, если бы я начал их убивать полномерно Это аж капец Овервотч Инж подходит Может стрелять, дезориентировать Может Мажет, хорошо Один процент Слева фланг Каким слева фланг? Если они дезориентированы Они не могут обойти У них скорости не хватает А Инж, он стоит не там А эти могут ходить там на четыре клетки максимум Этот стреляет уже криво Все нормально Новый трай? Нет, это старый трай Все, эвакуация, ребята Миссия выполнена Уничтожен ретранслятор Надо уходить Там один только Там один только этот Как его Овервотч Он в лучшем случае стрельнет по одному Я сначала всех эвакуирую Чтобы не было паники После какого-нибудь всевозможного крита Ну что, здесь Пептар Должен уходить Пептар видит вообще кого-то Не, не видит Значит, его скорее всего не увидит Пока он будет бежать Ееееее Изейше Изейше Ну, на самом деле Такие миссии в лоб Они не проходятся С такой командой По крайней мере То есть тебе не удастся 15 человек убить С передвижением За 12 ходов И еще при этом Ретранслятор успеть Уничтожить Это крайне маловероятно Вот Поэтому бачком-бачком Ретранслятор Сначала А потом держимся До эвакуации 5 ходов Перед эвакуацией Можешь стрелять Да Эвакуация Это как бы отдельное Вообще действие Свободное Которое можно делать После всех остальных Возвращаемся Еще же Три лвлапа Получили Снайпер 75 Точность Быстрое целеуказание Мы возьмем для Димага Run and gun Молниеносный рефлекс Соберу Они покруче Чем в первой части Еще один снайпер 98.6 Так Теперь Ресурсы Один день Обучение Спринтер Расчистка Идет Может на материалы Всех Материалы Конспирации У тебя А что по селе Адвента 4.4 Разведданных Конвой Адвента Взяли Основление Контакта Пробуем Третий Третий В регион Я так далеко Не заходил Сообщение От Совета Магрейн Танигорский Меняет Улучшенные Экзоскелеты Игнорим пока Подключили Новый регион Давайте Сразу туда Сразу туда Поставим Вообще Ава Мария Новый снайп Мне нужен Спец Скорее всего 77 Точность Уверен Точно Не Ниндзя А Димагу Мы обучали Вообще Димагу Усили 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 Учился Одинокий Волк Да Он Хорош Чекунь Стрелял С эвакуацией Так зачем Ну то есть Можно было Но вряд ли я там Кого-то убил Никого раненых Нет Они все Под каверами Какой смысл Время Только тратить Так Но все равно Нужно Офицеров Каких-нибудь Выбрать На эти На регионы Я чувствую Что пора Регионов Становится Много Наверное Их надо будет Как-то Как-то Чаще Охранять Пептару Пулеметчика Можно оставить Но он Очень хорош Вообще Давай Спеца Ладно Пофиг Так Здесь Четыре Человека В новом Регионе А в Марию Снайпер Оставим Мне нужны Сейчас Все-таки Материалы И конспирация Разведданные Лучше в одном Регионе А нет Наоборот Если сила Адвента В этом регионе Низкая То я могу Здесь все На разведданные Пустить И учитывая Слабую Слабое Внимание Адвента Здесь хорошо Пофармить А в остальных Регионах Пуститься В конспирацию Да И немножко Материала Чтобы не Выделяться На фоне Общественности Соответственно За материалами Летим Потом На черные рынки Ориентировочно Одного Офицера Возьмем Собрали И новый Персонал Смотрим У меня еще Школа офицеров Рейнджер Танигорский Капрал Это Третье звание Получается Нужен ли мне Рейнджер Пока Учитывая Количество Материалов Не нужен Но запомнили Ниндзя Пока Нельзя его Поставить Насколько я помню Здесь сила Стресс Но опять же Тут такие Навыки Можно Конечно Из пистоля Выстрелить Но это Так Это Так В десятку Царапины Нет Тут левелапа Не было Просто Феликса Поэтому он не может Мантич Пулеметчик Возможно Сапер А кто у нас Левел получил Недавно Вот кто ходил Проводник Дымовая Граната Граната По экипировку Можно кому-нибудь Дымовую Гранату Взять Так Димага Господствующая Высота Стрелок Быстроразвертывание Северный Сет Способность Перед броском И выстрелом Гранат поддержки Не потратить На это действие Давай так Быстроразвертывание Делаем Это Бесплатный Прям Но вдруг Понравится Это же Состоятельный Молодой Крисолит Ну что Я жду Миссии В этом Регионе Даже Думаю Может Еще Конспирацию Усилить Здесь В других Деньги У меня Так и так Появятся А вот Не Хватит Разведданная Единичка Тут Проникновение Сто Незначительное Евгения Гусева Проникновение 105% Начать операцию И тут Топич Поехал В атаку 5 или 6 человек 5 кажется Нет Или 6 Планирую Планирую лучше Через А Эвакуируйте Випа Из города Контролируем Адвентом Короче Я буду Сразу Открыт Кроме Того Что Будет Ниндзя И Позволит Мне Делать Разведку Снайпера Нет Все Более Менее Мобильные Двигаемся В точку Эвакуации Цель Точка Эвакуации Не Убийство Врагов Которых Там Дюжина Не Лут Какой-то Эвакуировать Випа Посмотреть Какие моды Используются Лонгвор Модпак Нет В одном месте Негде Посмотреть На самом деле Это лучше В Месседж ОДД И вывести Но Лень Там Периодически В чате Задают вопрос Отвечают Мисси делается На заводе С роботами Прошел Нет Мне ее Не выдавали Почти Что Ну В этом Трайне Не выдавали Эту миссию Что странно Конечно Столько времени Уже прошло Хотя На самом деле Прошел только Второй месяц Может быть Она В каком-то Временном диапазоне Появляется Но я пошел На нее сразу Как только У меня появилась Такая возможность Лонгвор Отлично Суместим С другими модами Так Эвакуация Очень близко Да Это крыша Да Это угол Крыши Что Неприятно Конечно Но Ох Я прям По центру Иду 12 ходов У тебя есть Можешь выбирать Как идти На самом деле Учитывая наличие Разведки Можно попробовать Поехали Пока врагов Не видим Хорошо Нет врагов Как бы не сглазить Конечно Так Держимся на пол Хода От Нашего друга Нефанда Спасован Естественно Все остальные С оверами Сидят Слева Слева Дроид Кажись Ай Как лучше Пройти Там Да проходи Лучше Аккуратно Да Есть первый пак Два сектоида Змея И офицер И голубь Черт Еще не поздно Передислоцироваться Из этого центра Условного Блин А там совсем Немножко Ладно Следи за ними Здесь по пятам Подходим Условно идут прямо прямо по по той траектории куда я должен идти еще пока незначительное помнишь да то есть это две трети всего что есть на карте уже можно забраться как меня уже спалят змея еще не поздно обойти всю эту грязь я посмотрю как будет вести себя следующим время повторюсь есть эти уходят влево-низ я думаю надо вот этот пак принимать просто и все и пробегать максимально подходить с при помощи ниндзя контролируем vision так скажем или просто обходить почему ты не хочешь просто обойти к точке эвакуации но спулю что третий пак это всяко лучше чем с двумя сражаться где будем пускать на правом или он останется с присматривать за этими хорошо пробегаем какой полезный классно разведочка клевым позволяет не ввязываться в ненужный замес им так ты пока за что чуть-чуть назад это все равно лучше и лучше чтобы я с ним справа столкнулся чем чем левее так все провожаем взглядом тут проходим дам проходим внимательно наблюдая затем увидит нас в процессе или нет может сразу крышам крыша не очень хороший вариант что забраться ты все равно можешь только здесь и крыша как раз хороший вариант из-за этого не надо пока ранова там раз подтягиваемся глаз смотрю как как они видят меня в процессе под подхода или нет позволяет лучшим лучше планировать не надо идти дальше 8 ходов есть могу их еще заморозить следующий ход давай вот так вот идут ладно но этих то я готов принимать возможно они сейчас кстати сагрятся сразу же так во первых я могу юзнуть обилку призрак и должен для того чтобы снизить вероятность чтобы увидеть где они стоят и правильнее заморозить это раз подходим так ориентировочно морозим вот этих вот троих они не можем только двоих там крест идет такой здесь стенка глухая поэтому они мне не видят еще их можно на овере поймать если они пройдут дальше это не на руку конечно а что у нас по взлому видео сигналы персональный боевой модуль давайте посмотрим подкрепление зрение бойца на следующее количество персональный простой нет конечно же нет троих на одной линии то можно до троих на одной линии можно сейчас посмотрим как там за заходит ли троечка вот этих вот вот так вот можно я змею хотел закрыть если честно но змею можно поразить но вот эта обилка кажется работает на этот на следующий ход да так что торопиться в данный момент мне пока не обязательно лучше еще сократить немножко дистанцию и попытаться как не отсюда начинает не видеть а там этот уже что реально хэвиком наверх вот тогда закидывать гренки сможет так ты ханкери бс к сюда на последний ход овер смотрим куда идут идут на меня хорошо может сейчас выйдут на овер прям 532 слава еще змея же ходить будет а нет я хожу так значит я думаю что нужно кидать топорик сюда солдат адвента сувер в общем который это безусловно вообще 64 правда кидать заморозочку на этих двоих мне не надо ничего кидать то есть ты его можешь просто порезать нет все могут делать разные вещи они молодцы то есть кто-то раз ранган побежит кто-то святоши может кинуть кто-то не знаю тут вариантов множеством можно ракетой залепить можно вообще ракета опасно но для начала нужно от овера избавиться ребят гренку можно закинуть вот сюда вот тоже хорошо зайдет я думаю сначала надо резать действительно этого товарища выпад 46 не слабо я не убью его это была молния по другому товарищу было уже 68 урон не тот так думай думай время есть важна последовательность ракетам свои мышь попасть ну так добьешь сразу одного сектоида давай ракетку крит крит сектоид падает у того остается один ход молниеносные есть в общем то я могу с рефлексами этого убить без особых проблем он за кавером просто вот почему и нужно вот так зайти наверное эффект молниеносный хрен тебе сейчас мы его флангуем а тот что с мечом да ё-моё надо было ближе подходить косяк 54 взрывать его что ли ладно минус 2 я делаю гарантированно только да кто опаснее опаснее змея давай так а если два раза можно да у и груз поддержал ваш канал на сумму 30 рублей сообщили следы в курсе где лукс версию все аддоны включены ну на на хп да действительно штурмовиком то можно и так было сделать я не знал что если вблизи то выпад половинку действия только требует убрали пока я думаю надо подходить сейчас не не затягивать вообще а вот это плохо сразу появляется новый пак змея два сектоидом уже очень нужен светошум очень нужен светошум зомбаря поднимает и это еще не все там же еще один пак мне нужно скорее всего реально подходить морозить возможно справа просто вот так вот обходить потому что тут подъем я на этот подъем уже не пойду обходи раз твою мать а это уже провал короче нужно светошумы бежать светошумы бежать за заморозкой бежать все очень плохо ходов нет спулены два пака наконец возможно мне надо сюда или забить направо через левых бежать это все враги 4712 да это все враги то есть забить на этих бежать вот через эту штуку не вот так вот а вот так вот так ладно допустим я подхожу так кидаю гренку сюда и вообще сверху это сделать да ты будешь дальше от тех и вероятнее что пойдешь сюда поехали только главный третий пак сейчас пулись вроде не должно быть вообще третьего пака здесь так здесь внимательно тебя интересует стенка змея и чувак который который сикто это подчинил который этого зомбаря снял кажется это был дальний вот и тот да правее идет анимация видимо это он это он при этом ты должен снять еще стеночку желательно всю все не получится межган вот так максимум это капец друзья пять ходов девять врагов эвакуация так пять гарантированное зомбарь упадет нет зомбарь не упал предлагаю ранен ганец предлагаю просто ранен ганец сюда подъем наверх есть изучи местность изучение там на втором этаже убегать внутрь это довольно рискованно это не на первом этаже ты с первого этажа поднимешься быстро то есть отсюда тебе эвакуироваться очень быстро срубаешь ориентировочно ранен ган бежишь сюда кидаешь светошум это первая опция ой у Брюса там конечно беда вообще надо всеми сдвигаться сюда искать кавером желательно полные светошум нужен чтобы зомби еще свалить один точно сюда побежит тут фулл кавер бесса на фулл да да если что пожарить сможет такого с близкого расстояния там были оверы не было там оверов давай мне нужно сейчас один ход пережить и всех подвести таким образом кроме випа я випа не могу подвести таким образом чтобы он в один ход закончил все тут полуукрытие ну что ж поделать нет погоди ты можешь попытаться хотя бы попытаться Брюсом закинуть докинуть светошум проще всего им наверное наверх подняться и отсюда попытаться закинуть что если я кидаю светошум штурмашом то я не делаю run and gun и не убиваю соответственно гарантированно кого там если хоть как то умудряюсь докинуть до этих трех дезориентацию один только второй либо так либо так но я могу вырубить например штурмашу я могу вырубить штурмашом сектоида мне лучше трех дезориентировать конечно так а что Женечка Женечка бежит вперед наверное тоже наверх как то ей нужно бежать вот так у нас остается Несси замораживающей гранаткой и у нее повышенная защита кстати учитывая то что она находится вдали от пацанов но ее флангует следующий ход ей нужно скорее всего принимать удар правых на себя сюда под фулкавр заходить и потом уже только эвакуироваться либо спрятаться вообще совсем вот сюда вот например или сюда или сюда чтобы быть поближе к точке эвакуации чтобы она смогла она и так и так сумеет убежать так ключевое три человека остается значит светошум по сектоиду главное по этому попасть который зомбаря контролирует а зачем тебе прямо всех убивать там вообще тебе нужно сектоид этого убить потому что он флангует даже со штрафом будет минус будет 30 плюс процента 35 где то то есть тебе нужно штурмашом убивать этого а этих дезориентировать все равно тебе тогда штурмаша будут месить у него бонусный крит бонусный крит у нее думай а чего думать ты должен там уменьшать шансы врагов на попадание просто убивая одного штурмовиком так что здесь светошум как ни крути на дальнего плюс змею скорее всего так вот а ты не можешь тогда а зомбарь вообще мне опасен я же все равно оттуда ухожу зачем ты прицепился к этому сектоиду он успеет до тебя дайте михаил не успеет все очень плохо бесса плотно и выдержит бесса кстати да она же с этим с бронькой так а если я иду убивать сектоида я его во первых убиваю вот отсюда убиваю что делают вот эти вот упыри они меня во первых видят не видят они видят меня только-только совсем-совсем после здесь другие окна могут с фланга пройти в деле должен встать вот сюда вот сектоида еще раз сектоида ты убиваешь потому что там зомбарь а 7 урона ты нанесешь у тебя там где-то 80 процентов крита с дробаша в упор я думаю вынесешь давай делаем следующим образом ты сначала пробуешь убить сектоида если получается то зомбарь падает и все ок ты саппортом стреляешь светошумом по этим двоим да ой это точка точно и вот так лучше так мы защитимся от этих упырей упор можно оглушить оценим шанс оценим шанс оценим шанс змея меня задушить не может она будет только стрелять если так буду она точно будет стрелять пушки у нее посерьезнее а те не факт что видит меня вообще ладно побежали а зомбарь тот кто у окна точно я че-то туплю точно он же фуловый тогда мне нужно накрывать вот этих двоих минусуется зомбарь это все равно та же самая последовательность идет а я не понял ладно проходим пробуем этого убить а почему зомбарь не пропал я того ракеты этого светошимовой 100% 83 крит убиваем с крита плюс единичка от стандартного урона крит убит зомби его исчезнет нет да почему он тогда от ракеты не умер он же получил урон последний остался Несси осталась вопрос по Несси ее во первых флангуют ей здесь нельзя находиться она может подойти за фулл кауэр а на следующий ход убежать уйти к своим она сейчас видит троих и за ней пойдут ну хорошо тогда давай фулл кауэр вот сюда вот ух ухо оборону у нее еще класс с богом ребята прибежал ой оглушение не добежал кажись держись 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 два хита блин достанется рапунга сейчас пулеметчик нет 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 Семь хитов, капец, ГГшечка Так, ребят, не паникуем, не паникуем, не паникуем Офицер подходит Два хода потратил Это тоже подходил Вип Семь процентов мимо Только-только-только не Рапонга Ой, хорошо, Блэск Есть, живем пока, ребята, живем Мой же ход Так, смотрим, кто успевает эвакуироваться Успевает, успевает Не успевает Игорь Уткин уже не успевает Так, ну у него есть протокол помощи Он может некоторое время Слушайте, там сектует и это Блин Нельзя оставлять, пацанов Надо спасать Четыре хода Скорее всего, надо будет валить сейчас, пацанов Итак, раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь 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 человек Заморозка, есть Гренка Во-первых, мы Станиславу уводим Она может сверху успеет Последний раз выстрелить из рыбаша По кому-нибудь Ноль процентов, класс Цветошумовую тогда попробовать кинуть Лучше, конечно Задеть опять сектоиды И змею, потому что они Не получается Дальше офицер Во, офицера и товарищ с оглушением Вот кого нужно выводить в строя Первые двоем Остальные ориентировочно все остаются Уходим Так То есть двигаемся вперед Чтобы все уходили в один ход И при этом еще Так, ну во-первых Что может ледокол с гранатой Он может убить змею Побить сектоиды Тут еще двое стоят Випа надо выводить Тоже сразу же Сразу же не получится Не хватает двух клеток Да пофиг на самом деле Если випа убьют Плевать вообще Так, тут можно флангануть Спецом Но я останусь без укрытия Отсюда фланг не будет работать Погоди Так, огнемет Граната Заморозка Или молния Тут пять человек Не забываем Два дезориентированных Ок Тут двое Огнемет Два пять Гарантированно Убьет Одного В общем-то И граната Гарантированно Убьет И эта граната Гарантированно Убьет Мне для того Чтобы свалить Нужно просто Нейтрализовать Этих двоих То есть оглушение Уже быть не может Может только быть Урон от троих тех То есть по сути Нужно подходить Поближе И кидать в них Гренку убивать Так, видим еще двоих Надо тоже Передислоцироваться Тут хорошо Кстати Может зайти Заморозочка Огнемет Еще должен давать Панику Так, здесь Не хватает Мне под эвакуацию Нужно Нужно подходить Ближе Возможно Протокол Юзать Тут, кстати, фланг Скорее всего Будет на врага На одного Из тех Кто внутри Хрен Хрен Наст Вам 39 39 По такому Помощи От себя Оставим Может тогда Этих пожарим Огнеметом Подойдем сюда За фулкавером И пожарим Они не умрут Михаил Да Тут гренка Точно Причем Вот такая Вот Чтобы Больше урона Всектоида Сплэшем Убить Змею Это раз У Всектоида Напомню Не будет Дезориентации Поэтому Он будет Стрелять Может Стрелять Скорее всего Надо вот этих Вот двух Морозить Как-то Они не будут Морозиться Потому что Не по кресту Стоят Ладно Этих не рассматривай От них отступаешь Все ок Этот лемминг Он не такой серьезный То есть Твоя задача Вот с этими Тремя Разобраться То есть Ты ориентировочно Подходишь Так Потому что Порежешь его Да как порезать Если все Простреливаться Нет Не все Ты можешь Одного Нет Потому что Вообще Всектоида Бежать Всектоида Зарубить Он просто Меня флангует Пока что Флангует Могу Сделать так Чтоб не фланговал Ладно Допустим Сектоида Мы рубим Этих Мы например Гренкой Или этим Сжигаем Чуть-чуть Может паника будет А белки Юзаться не будут Там У них конечно Какие-то есть Пулеметчик Там Сопресс Какой-нибудь Они загорятся Ты соответственно С ударом Передислоцируешься Сюда Сектоида Убиваешь Да Пожалуй Это наверное Самый Нормальный Вариант Конус Неплохой Конечно Столько Мешает Или Мне рейнджа Не хватает Просто Рейнджа Кажись Не хватает Вот Сколько клеток Раз По-разному Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вообще Нет Тут просто Я не вижу Куда он Идет Или мешает Что там Если я Например Подойду сюда Будет Лучше Я думаю Что лучше Будет Да По одному Только Ну вот И думай Огнемет Или Гренка Так Тут На сектоид Бежим Так Чтобы остался Кавер Тут Фул Тут Полон Естественно Фул Убиваем Гарантированно Поехали Концовка Миссии Конечно Охран Убили сектоидом Один Сто урона Класс Ну и остался У нас Сап Который Скорее всего Протокол помощи На кого-то Скастует Сделать Точнее Ну Либо на себя Но скорее всего На шкоду Да Протокол помощи Потому что Она под полуукрытием И ее видят Все АБСК Соответственно Две игренки Можно? Какие две игренки? Ты что С ума сошел? Нет Нет Просто Жарим Сейчас Жарим Как получается Одного Так одного Может Паника Может быть Поехали С Богом Ребят Горит Красивый огонь Конечно Двое Дезориентированные Этот Объют Только стрелять Может И то он Ничего не делает Вот это Самое опасное Наверное Отступает Стреляет Без штрафа По фулкауру А Сапресс Ой Нет Вип Живем Два хита Этот не может Иглушить Стреляет Весьма косо 11% Так Ну вот и думай Рискуем от Просто убегаем От сапресса Скорее всего Да Можем попробовать Кем-то Кем-то на эвакуацию И оттуда Кинуть Последним действием Например Гренку Да Да Проблема в том Что гренка Осталась Только у нее Так А какая у меня там Точность Интересная У нее точность Без штрафа Беги на пофиг Это Возможный вариант Да Всем бежим Не Некем ее спасать То есть Безка Либо уходится А как Это не его Сопрессили А это Безка Сопрессили 20% В точности Зря я Беспокоился Короче Миссия Вроде как Была неплохая На старте Но потом Все паки Разом Практически Ранение Очень серьезное У одного Все остальные В том числе И вип Ушли без проблем Может этого порезать Нет Успокойся Там широкое Было подавление Понятно Двоих даже Ранили Ну один из них Вип Видимо Поэтому Так Ну это было Круто Мне что-то Хорошее Должны были За эту миссию Дать А не фанду Дали Отлично Солдатам Со званием И кажется Еще Кого-то Из Леммингов Ну и опыт Конечно же Бесценный Три левелапа Ранение У рапонга На 24 дня Ледокол Гранатометчик Сапер Мне нравится Укрытие Уничтожать Все-таки Брюс Специалист Меткость 75 Пис 5 Полевой врач Круто Не пользуюсь Никогда Опа Прирожденный убийца В режиме Ранган Критическому попаданию Возрастет на 50 До конца Ходом Не особо нужно Потому что у нее Есть еще лицом к лицу Который 30 По ближайшим целям Так что Не очень Закрепление дает защите До начала следующих Хода Не расходует действия Неплохо Закрепление Хорошо Контрольный выстрел Дугомет Более точный Закрепление Практика Если бы у меня сейчас Было закрепление Я в этой миссии Возможно Не получил Этот выстрел Черт Евгения Гусева Возвращена Капрал Ожидает Вооруженный Это ж первое Сдавание Да у нас Капрал 70 Точность Дебют Хорошо А нет Это уже серьезно Подстольный магазин Класс Неплохо Сразу Такой Боец Подавленный Правда Ну ладно А Прежденный Убийца Дает уродок Открита Опа Два дня На расследование Перестрелка Бойца Дает Иду Бойцы Очень нужны Как будет Много бойцов Я могу сразу Развед данные Развед данные Развед данные И вперед Сейчас мы Правда И так фармим Дмитрий Мерчук Разрушитель Земля покрыта Слоем стеклянной гильзы Выжженными Отметанными От энергетического оружия При осмотре Казалось бы У пустынного района К вам вышел Одинокий Ветеран Капрал тоже Надеявшийся На что-нибудь Обменять Трофейный хлам Нам почти не пришлось Уговорить его Вступить в наши ряды Его кстати можно Сейчас посмотрим 66 для разрушителя Не очень серьезно Но Я наверное Не буду его В ракету Будем выкуривать Будем жечь Напалмом Будет жечь Короче Димка 7 хп у него Будь здоров Класс Так а что В центре военных Технологий Там что-то говорили По поводу Офицера Переучивание Солдат Не уверен Что мне кто-то Там прям нужен На переучивание Так расчистка Три дня Будет сразу Будут сразу Материалы Я партизаночку Запилю Скорее всего Партизаночку Запилю Хватит мне энергии Хватит 150 стоит Чтоб здесь покопать Скорее всего Двух дроидов Вниз отправлю Копать В результате По действиям Инопланетные обломки Да Быстрое развертывание Да Вскрытие мутона Да Ресурсы полмесяца По По убежищам Три убежища Везде есть Офицеры В большинстве случаев Конспирации Материалы В новом регионе Только разведданные Хорошо Так Разведданные Кстати 87 Может быть мне установить Новый контакт Не наверное нужно сейчас уже Исследование Спутниковой связи делать Вышки Ретрансляторы наши И может быть Стоит на черном рынке Кого-то прикупить Не-не-не Давай лучше здесь Сканим 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 Сейчас в миссии пойдут Миссия Незначительно Ученый 4 часа 22 4 дня 22 часа Из транспортного средства Блин Сложная миссия О 4.22 Можно 4 Сразу брать Да нельзя Нельзя Идти сюда Основными войсками Возможно Взять какого-нибудь Специалиста Типа ненужного Но кажется Ненужного специалиста Я как раз Отправил в качестве Короче Скипает Миссию Уничтожать броню При каждом попадании У меня нет брони Инопланетные обломки 56 Дальше Инопланетные обломки 62 И строим Офицерочку Строим Я понимаю Что в смежном Не совсем там Где нужно Я буду ее делать Но Ждать пока Расчистят Офицер инопланетный Хотя можем инжа Одного сюда направить Это же первый ярус Одного инжа Мы пока можем Сюда дроида Сюда этот Школа же офицеров Не требует Да ведь Требует Зоны испытаний Там я не знаю Реле питания Спутники Посоветуйте пацаны Что делать Строить здесь Офицерку Или ждать Когда расчистят Обломки Законтрил пробить А брони ее Отсутствует Да уж Минус конечно В угол ее Жалко Это 8 дней Потери Но с другой стороны В перспективе Да В перспективе Это Да и верхний ярус Он достаточно быстро Должен чиститься 8 дней Да 8 дней Можно взять еще Одного офицера В На черном рынке Не не стоит Тогда мне Может не хватить Вообще денег Сканим Регата Сканим Еще на цель Незначительная Персонал сопротивления Доступность 2 дня Посылаю лемминга Какого-нибудь Одного Эксперта Пойдет Надеюсь Он не против Суицидальная Миссия А Три дня Даже Не Скипаем Пришельцы Используют Безликих Для проникновения В наше Убежище Димага Быстрое Развертывание Надо Кого-то Еще Обучать Сейчас Ну На самом деле В центре военных технологий Все просто идет Отлично Я там Стольких Специалистов Попривлекал Аспиранты Можно получить Тем более Он стрессовик Давай Так вот Руки молнии Хорошо Вскрытие мутона Произошло Что дает Вибронож Плазменная Граната Тактический Жилет Вибронож Тактический Плазменный Плазменный Топич Радио Сопротивления Скорее всего Берем Связь Чтобы Вышки Ставить А я могу Производить Предметы Трассирующие Оружие Вибронож Броня А может быть У меня просто Они апнулись Стоп Гренки Там как Я не помню Как механика Тут работает Оно навсегда Апается Или нет 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 Ничего не поменялось Зона испытания Нужна И для брони И для гренок Точно И Нужно За Иллерии За определенное время Это зона испытания Это следующее Следующее строение Которое я хотел бы сделать Но Зря Вскрыл мутона Что тут скажешь Ой Там Сила адвента 5 Экзоскелеты Сила адвента 5 Давайте-ка Мы В Там где 1-3 В полную Конспирацию Идем Как бы Чего не вышло Еще месяц Ну давайте Время нормальное Незначительный развед Данные 2 дня Здесь терминал 2 дня 24 часа А мы точно Одним Товарищем Не проберемся Не выкладываемся Там Увеличивается Количество народу Пропорционально Там За каждые 8% Инопланетные Обломки Расчищены Показываем место Строим здесь Партизанку Да Инж пусть Работает 7 дней Потом Инжа Сюда Дроидов Сюда Руки Молнии Обучение Исследование Идет Не нравится Мне то Что третью Миссию Я уже Скипаю Аспирант Хорош Направляем Учиться Следующего Центр военных Так Брюс Специалист Что Давай Радиус Обнаружения Четыре дня Всего На терминале Еще И ждать Не вариант Целеного Проходить Понятно Еще Цель Ну Небольшая Шесть дней Зато Нейтрализуйте Цель Привлеките Внимание Объекта Короче Убиваем Випа Чиновник Администрации На какое-то Такое время Останется Без охраны Такую миссию Надо брать Такую миссию Надо брать Только Вопрос Сокращать Или не сокращать Снайпера Надо брать Цель Хорошо Убирать Это в городе Обычно Происходит Дома Есть Соответственно Соответственно Берем Несси Ниндзю Нашего Шесть дней Восемь часов Получается Четыре часа Четыре дня Четырнадцать часов Четвертого бойца Без снижения Паники Я взять Уже Получается Не смогу Нет Ровно Могу Хорошо Четвертый Кто ты будешь Негра Натометчик Точным Так Свежеобученного Димагу Можно взять Одинокий Быстрое Развертывание Мне нужно Убить По сути Снайпер Должен Справиться С этой Задачей У него Правда С оснащением Кажется Я пушку Менял Да 80 Меняем Меняем Другой 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 Возможно Что-нибудь Навесим Еще Ничего Нет Ранган Молниеносный Одинокий Быстрое Развертывание Что по Гранатам Хрень По Гранатам А по Билкам Что Кроме Быстрого Развертывания Рефлекс Одинокий Да Я думаю Что тебе Нужно Брать Жилет Еще Жилет Из На Волокна Хотя Глушитель Где-то На Пушке Глушитель Особо Не Нужен Глушитель Был У нас У кого-то Из Можно Посмотреть По Бойцам Уже Глушитель Выделяется Это не Глушитель Случайно Нет Это Димага А Вот Он Поставим Глушитель Выиграем Часик Этого Может Хватить На Один Левел Плюс Так Давай Сглушитель Без Крита Броня 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 Этот Пять дней Стоп 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 Идет Четыре бойца Снайпер Ниндзя Штурмовик Великолепно Работают По одной Цели То есть Випа Снять Окей Пулеметчик Сопросит Помогает Есть Дым Спецанец Медикитом Я Пожалуй Тогда Хотя Манч С Медикитом После Эти Партизаночки Мы еще Модули Начнем Ставить Там Наверняка Что-то У меня Осталось Как Всякие Персональные Боевые Модули Четыре дня Девять Часов Точно Да 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 Ты укладываешься Ты небольшую Меняешь На незначительную Помню Что Эвакуироваться Нужно Еще Снайпер 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 Миса Будет Непростая Точно Очень Непростая Во-первых Потому что Она На Время С Серьезным Количеством Врагов Надо Внимательно Оценить Где Кто Находится И Сколько Мне Бежать До Еще Одна Цель 8 дней 17 часов Вот это Хорошо Пленные Повстанцы Тут Вообще Минималочку Укладываемся Берем Сразу БСП БСКУ Пептара Дмитрий Дмитрия Ниндзю Ниндзю Одного 8 дней Получается 6,4 Мне нужно Может убрать Хэвиком Может уберем БСП Тогда Тогда Мы Пятого Возьмем Например Вот этого Товарища Снайпера Снайпера На такую Миссию И 6,5 Все равно Получается Так Дима Без Без Оборудования 6,5 Нужно 6,4 Можно Пушку Одну Заменить У Дмитрия Тем более Он разрушитель Ему Пофиг У него Есть Ракета Огнемет Это Должно Хватить 6,4 Спасибо Ротель Так А снайпер Хороший Этот 75 Выстроится Леуказание Но снайпер Мне тут Сам по себе Не очень нравится Лучше взять Какой-нибудь Рейнджера Мобильного Типа Русбрейном Или Нексперто Русбрейна Лучше Да Мне придется Просто Интенсивно Двигаться Тем более Русбрейн Прокаченный Осветитель Лицом к лицу Дебют Дуплет Ё-моё Ему Возможно Стоит Приобрести Жилет Произведем Предметы Может хватит Бронька Нужна Хорошим Даже Пятый Ниндзи Тоже Броньку Дать 5-3 Уже Лучше Давай еще Произведем Аспиранта 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 Готово Стоп А нож Это для Этого Два Два Инженера Нуж Нож Случайно Не подойдет Товарищу С тесаком Скорее всего Это для Пулеметчиков Итак Мы снижаем Незначительную В минимальную Сопротивление 6-9 человек Поправляем 5 бойцов Все в званиях Эквип хороший Бронежилеты Есть Раз Два Три Бронежилета Даже Разрушитель Разрушитель Пулеметчик Ниндзя Рейнджер Окей Я думаю Сейчас нужно Снимать уже С разведки Пацанов Потому что Две Ключевые Группы Уже Отправились И Какое-то Количество Миссий У меня Так и так Будет Здесь Еще Я с ними Сделать Ничего Не смогу Так 5-4-3 Здесь Материалы 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 Поехали Еще Цель Небольшая Скрытый Компьютер Сопротивление Игнорируем Один день Длительность Сообщение От Совета Три события Уже произошло Я боял Системное Видение Критического Попадания Скрытые События Закалка Пришельцев Больше Здоровья 32 Материала Слабо Мне для Партизанки Нужны Деньги Больше Более Живучие Бойцы Брюс Изучил Скрытность Партизанки Сразу Нужно Много Всего Делать И Бонусные Экспа За Соточку И Кажется Размер Отряда Там Есть Так Дым Снайпером Халявный Сейчас Будет Миссия Жесткая Гадюка Еще Одна Цель Девять Дней Лазерные Прицелы Дополнительная Вероятность Критические Попадания Небольшая Нужно Идти Кем Только И Нужно На 50% Сокорчить Проникновение У меня Три Человек Ладно Четыре Так Стресует Девять Дней Если Половинка Четыре С половиной Дня Да Плюс Там Еще Рискованная Миссия Ой Михаил Рискованная Миссия Получается Нужно Прибавить 12-5 17 Не укладываюсь А может Нормально Все будет Сдавайся Непобедитель Да 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 Ну Вообще Тяжело Конечно Вообще Тяжело Это последняя Третья Миссия Когда Ты уже Остатки Буквально Берешь Так Бери Специалист С этой Гранатометчик С большим Количеством Гранат Рейнджер Мобильный Произвести предметы О Я еще Один Жилет Делал Уже Шестой Жилет Кому Женечки У нее звание Повыше Полетели Бери нормальный Состав Ты издеваешься Какой Три активные Миссии Возвращаюсь За ресурсами Сейчас Миссия Будет 94 Я уже Вижу Сила Адвента 6 Я всех Увел В конспирацию Сила Адвента Растет Как Гадюка Проникновение 100% Попробуем Посмотрим Кто Есть Надо сейчас Брать Еще На черном Рынке Если Это Не Снайпер Не Привязанный Товарищ К Точности Пулеметчик Ну Явушки Матрешки Нет Лучше На школу Офицера Поставить Деньги Тут 108 Нужно 125 Насколько Я Помню 143 143 Незначительно Это Минимально Не дотянул Увы Увы Увлечило количество врагов На 3-4 человека Да Да Это Так Нет Нельзя Слишком Дорого Но на 50% Можно увеличить То есть Можно Снизить За 30 Разведданных На 2 уровня В Новгороде Сейчас будет Ну Мы уже Нейтрализовывали Цели В Новгороде У нас 4 человека Снайпер Ниндзя Рейнджер И Пулеметчик Скорее всего Випа Нейтрализовать Несложно Самая Основная Задача Это успеть До эвакуации Ну конечно Можно его захватить Получить разведданные Это сложнее Бла-бла-бла Мне кажется Что Таким составом Такую миссию Будет крайне сложно Проходить Жадность погубит Возможно Главное Пацанов не потерять Это основной Это люди Из основного отряда С хорошим оборудованием И конечно Лучше действовать Тут Мега аккуратно Плюс Это еще Новый месяц Хотя Сила адвента В этом регионе Не такая серьезная Там троечка Всего лишь То есть По идее Сила адвента Определяет Насколько я понимаю Сила адвента Определяет Уровень мобов Которые встречаются В этом регионе То есть Не как в ваниле По месяцам А именно Сила адвента Аффектит Содержимое паков Ну иначе Помните Вот миссии Последние Которые я здесь Выполнял В этом регионе Они были Со стандартными людьми Ну то есть Там да Змеи встречались Но ни одного Мутона За последние 5 миссий Короче У нас 12 ходов Мы находимся По центру Блинкарты Капец Вражеский вид Находится здесь В здании Это такая грязь Карта огромная Бежать чер знает Сколько Блин Черт Ой не нравится Мне все это Никаких крыш Пока Максимальное Продвижение Так Один дроид Ну вот Паки стандартные Вообще Дефолтные Если действительно Есть корреляция Между уровнем Мобов И Силой адвента В этом регионе То это очень Интересная механика Очень Переходишь в новый Регион Сразу там Можно начинать Заново Пока силы адвента Не стянулись Основные Снайпер на фул Тем более У него есть Обилка Которая позволяет Ханкериться Если он не делал Ходов Даже у двоих Ниндзи же Я еще сделал Такой Еще пак Да Стандартный Вообще То есть Офицер Чуть бронированный И дроид Зря Зря Я с ней Повзял Сюда На миссии Не надо было Этого делать Он Видишь Не здесь Конечно Не хочется Ввязываться В бой Но если Незначительные Незначительные Да 10-12 10-12 4 человека Только здесь Блин А еще Есть корреляция Говорит Еще регион Можно от Удивента Освободить Прикольно Перекидывают Отряды В активные Регионы Одинокий Короче Учитывая Трех Дроидов Которые С огромным Ренджом Я думаю Что мне нужно Сейчас просто Брать И убивать Этих Упырей Разом Опасность Представляет Только Офицер С гранатой Можно Снайпа Наверх У него Два Перка Будут Работать Сейчас Один ход Нельзя Оставаться На местах Нельзя 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 Тоже Есть Перк На Этот Рискуешь Михалыч У него Тоже Десятка И десятка По защите Внизу Фулкаверов Нет Так Хоть Точно Стапнется С Богом Куча Куча Хорошая Конечно Очень хорошая Куча Пять человек Это половина Вообще Всего Что на карте Есть Сюда Сюда Багаринку Конечно Но Один Уходит Скотина Спецанет Может Заморозочку Бросок Морозный Только На двоих Работает Можно Обычную Гренку Вот так Вот По троим Это Наверное Лучший Вариант То есть Делаем Здесь Овером Здесь Делаем Овер Ниндзи Пока Ничего Не делаем Тут Инициируем Гранаты Чтобы И задеть И армор Снять Поехали Здесь Ходов Уже Два Хода Как Корова Языком Слезал Так Армор Попали Попали Работаем Сейчас Еще Два Попадания Должны Ну Давай Пофицер Это Феликс Ну Давай 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 Можешь Рож И Минус Второй Дроид Отлично Лут Может Даже Хорошо Что Дроида Вырубил Потому Что Оглушением Ой Фланг Плохо Не успеет Оглушить Будет А Все Здесь Во-первых Я Бью На Халяву Выпадам Раз Хорош Вообще Низи Четенько Работает Далее Смотрим Кто Может А Это Еще Мой Ход Давай Попробуем Топором На Халяву Бросок 4 6 Сможем Убить Не Сможем Убить Никак Ну Вообще А Если Топор Влево 50 На 50 Давай Итого Я тогда Помогу Порезать По Троих Заход Твори Добро 5 7 Урон Не Увеличивается Смол Не Давай Не Он Только Максимально Если А вот Это Плохо Одного Оставил Но Это Минус 4 Только Один Пятый Который Оглушается Нет Бьет Дезориентация На двоечку Защита Срабатывает Очень Хорошо Это Пак Из Пятерых Из Пятерых Понимаете Так Если Я Добью У 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 Основной Трабл В том Что Мне Еще Прилично Бежать И Что Еще Есть Враги Везориентация Пока Еще Работает Так На крышу Лезем Или Как Здесь Выход Сверху Наверное Все-таки На крышу На крышу Во-первых Ты можешь Быстро Забраться И Справа Тебя Могут Если Даже Еще Может Сверху Даже Короче Ладно Неважно Подходим На пол Хода Пока Что Дезориентация Все равно Здесь Тигры Способность Попадания Следующего Выстрела Город Делать Задействие А Или Получение Урона Понятно Действие У меня Сбросит Эту Тему Пока Перезарядимся Тогда Ты подходи Аккуратно Дезориентированный Это наш Племетчиком Спускаемся Пока Не полностью Чтобы был Овер Нет Лук Автоматически Подбирается Надо на него Набежать Слушаем Слева Звук был Слева Так Убираем Лут Раз Гиперчувствительные Зрачки Давай так Три человека Инженер Инженер Сектоит И желтенький Какой Там Так Ладно Раз Два Три Очень Кучно Стоят Но я До них Не дохожу Никак Быстрее Быстрое Развертывание Мне не поможет Блин Плохо Во первых Феликс Не работает Я не уверен Что он должен Оставаться Здесь В принципе Да он На увере Снимет Скорее всего Человека Но Потеряем Время Нет Он должен Оставаться Увы А он На увере Не может Снимать Что ты Несешь Он должен Оставаться Здесь Только Для того Чтобы Господствующая Высота Была Но он Может Спуститься Вот так Вот По крайней Мере И тоже Будет Господствующая Высота Очень Медленный Пулеметчик Короче Михаил Иди на Эвакуацию Забивай На этих Упырей Мне кажется Я не успеваю Просто Давай Устающую Позицию В следующий раз Выстрелишь Разок Пулеметчик Вы тоже Оставить На Это чушь Надо идти Спасать Гранат Шумовая Сапресс Это то Что может Помочь Штурмашу К сожалению Некуда Идти Под нормальный Ковер Только Вот так С Богом Ребят Ханкердаун Там идет На На этом Оббегает Флангуется Может быть Снайпером Тратит Все ходы Это очень Хорошо Инж Подходит Видит Как Видит Твою Мать Как Закрытая Дверь Это грязь Ребята Сопротивляйся 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 Без Ориентации Плохо Так Три человека Это еще не все Тут один выстрел От Феликса 70 Давай И попасть И критануть Надо Попал Но не кританул Один хит Оставил Я могу Обойти Флангануть Убить Одного Должен Я понимаю Что это там А я мечом же могу Махнуть 69 Да А так 74 Давай 74 Лут Интересно Если бы я ударил Мог бы я потом выстрелить Тут можно сделать Run and gun Неплохо ворваться Инжа убить И при этом Еще спулить Бак можно Скорее всего Лучше Лучше подойти Еще немного И кину дезориентацию Пока что Чтобы не было контроля Блин Семь ходов Надо валить отсюда Либо сапресс Опять же Гренку можно оставить Они из-под сапресса А из-под ауешного Будут убегать Потому что их флангуют Но я могу только инжа Ну ладно Пофиг Инж даже опаснее Широкое подавление Пошло Но тут вопрос Либо ты рискуешь С С Run and gun Или не рискуешь Семь ходов Эвакуация В пределах Двух-трех ходов И по Так А я сколько Пять Это восемь человек Да Это восемь человек А была незначительная Или минимальная Такой вопрос Кажется была незначительная То есть еще где-то Пак гуляет Я тут не хочу Run and gun делать Пока что Просто потому что У меня нет возможности Хотя Пассивочка-то есть Незначительная Незначительная Значит Народ будет Мне просто некуда Даже с run and gun Бежать То есть эти В каверах будут Мне только вот сюда Вот как-то убегать Вот так вот Это чушь Это просто чушь Лучше подойти Чуть-чуть Может дугомет достанет 30% Ну а давай попробуем Все равно лучше Чем ничего 50% Почему нет Ну что ж С богом Дезориентации нет Но сапресс АОЕшный есть Побежал под сапресс 6 хитов Но не добили Один хит оставил Кому Есть Живем 20% попадания Еще АОЕ сапресс 5 хитов Как решает эта штука Так Флангов нет Зомбаря поднимает Отлично Все Значит берем лут Убиваем двоих Прорываемся вперед Агрим еще пак Скорее всего Ну вынужден агрим Безориентация снята Хорошо Снайпер что 70-70 Снайперу подходить Скорее всего надо Погоди Тут есть кем убивать Понимаете Есть кем убивать Свободное действие Модифицированная настройка Спуска ОК Тут резать Лучше наверное Дальнего просто Это будет весь ход Спулишь Свангуют Умрешь Аккуратнее лучше Михаил Давай сектоиды Сначала Ран энгганом Ой без ран энггана Просто с флангой Все Раз Димака хорошая Щелук Зомбарь падает Может тогда мне идти Крипу Как я иду То есть без жести Вообще Понял Из крыши Прочего Ладно добивай Мне он мешает Очень Я не хочу Сейчас новый парк Добили хорошо Сейчас спокойно Собираем лут Подводим Снайперов Следующий ход Тем более Он да У него аж полхода Есть На мобильность Хорошо Это влияет Тоже То есть добил Того кто ниже тебя И полходика У тебя есть Педро Иллирия Овер Перезарядка И вот сейчас Двери сюда Но еще Может быть А вот они Один Дроид Резентация Не, не успел Не успел Хорошо Побегаем Это дроид Одиночка Я наверное Его штурмошом Он лучше всего Подходит Под такие цели Его и ближняя Дистанция Не смущает И А вот и Вип Хорошо У них Стало на хит Больше Чего ты думаешь Ну КАК 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 Я приказал Стрелять в этого Оценил Смотрел На хп Он тупил Секунд 20 Потом убил Випа Охренеть Охренеть Ну Випа Мы Разве Данное Меню Из-за Бага Причем Скотского Все Эвакуация Тогда Ждем Снайпам О КАК 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 Я вообще Ну Это КАК КАК Убиваем Вайпера Гарантированно Не Я то их убью Но когда У тебя Над головой Появляется ПАК Просто Просто ПАК Модифицируем Углышитель С крыши А почему он Тогда внутри Появился Почему он Не упал Вот сюда Это появилось Сразу Внутри Здания Блин Потому что Все очень Интересно Скота Надо убивать Это Иксичом 2 Чем Андер Да я Охренею А может Оглушим Оглуши И беги Как он Убил Випа Я в шоке Пока Овервотч Пока Овервотч Надо бежать Ужимся Живей Не нужно Попросить Время 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 Психтоид же вроде Еще один ход Протупит Да Ой Еще кто-то А может Это модифицированное Покупление А нет Он поднимает Этого Поднимает Зомбаря Да Ладно Далеко Что-то поднимает Это грязь Ребят Это грязь Вот в любой момент Эта грязь Мне может стоить Члены команды Или даже Все команды Но слава богу Здесь вообще Никто не был ранен Главное Один ход Еще продержаться Насектоид вроде Заня было Реально Вот и сейчас Бежать до сюда Несподручно Абсолютно Последний ход Уехали 12 человек убили Одного Легко-легко Мы его ранили Випа Ну вы видели Что с випом Был вообще Вы видели Этот момент Наверняка В клипе есть Я пересмотрю Буду негодовать Завтра В офисе Будем обсуждать Как так Вообще Как так Пшш Чумандр Плохая связь Вас не слышно Убить випа Пшш Принято Это Какая-то ошибка Но Трилова лапа Ниндзя Блэйдмастер Дополнительный Присоединится урона 10 меткостей Так Следующим оружием Топоры Или Сминтохотника Чушь Мастер Книгенка Блэйдмастер Блэйдмастер Говорят имба Снайпер Феликс Ооо Новое звание Дальнее наблюдение Вот он Увервотч Смертельный выстрел Дополнительный 10 шансов Критический урон Нет Фантом При обнаружении Солдат Стоит замаскированным Лесом Овервотч Димага Семь дней Отдыхает Лицом к лицу Крит Оооо Зрачки Меткость При следующем Выстреле С одного Рожи После промаха Глушак Модифицированный Настройка спуска При овервотчах Очень хорошая штука Снайперу Можно дать Кстати Випы Убитый Вип Собака Вот еще напоминает Мне А Так Пратизаночка Я бы на черный рынок Слетал И продал бы Чего-нибудь Чтобы у меня были деньги Ооо Два дня Разведданные А давай Поксис 1 Амелия Взлетает Взлетает Дангет Всего Краун Крит Непонятно Партизанская школа Готова Ребята Партизаночка Офицеров Можно учить Ааа Новые тактики Спешл тактики Месть 25 всего стоит А почему Дешевле И 75 Вместо 100 Опытный убийца Молниеносный удар Может помочь Каждый раз Когда противники Роняют трофеи С ограничением По времени Из них выпадает Дополнительный предмет Хорошая штука Для лута Комплексное оружие Персональные боевые модули Штаб сержант Тех сержант Сначала Опытный убийца Нужно 75 материалов Это довольно просто Сделать Офицерские способности Надо брать Новобранцев нет Да Офицеры 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 Кто у нас будет офицером Тот кто стоит в центре И неубиваемый БСП Ага С моралью 0 У него стресс Но все будет нормально У него 7 хп Вот это мне нравится Бегом Плотный огонь Бегом Хорошо Хорошо Так а что у нас По адвенту 6 сил адвента 3 сил адвента Тут 4 Проникновения Раз Два Так мне нужно Возвращаться Вот здесь Вот На поиск Миссии Не материалы А разведданные Ну Основная Группа Вернулась Почти С живым Випом Вернулась А Слушайте Тут Материалы Все таки Собираю Еще Двумя Давайте Все В конспирацию Уходят В регионе А это Сила адвента 3 Нет Собирайте Вы как раз Собирайте Материалы Вот так А тут Вообще 6 И полная Конспирация И тем не менее Пофиг Может мы Хоть как-то Сдерживаем Поиски Новобранцев Сопротивления Радио Сопротивления Вот Доступны Радиоретрансляторы Теперь мы Можем их Связывать Да Друг с дружкой Или как там Это делается Так Вскрытие Вейпера Вайпера Точнее Исследование Инженерных Образцов Ну думай Боевая броня Материалы Сплавы Можно Поразбирать Сплавы Всякие Пополучать Обломки Дрона Не нужно И лазерное Оружие И лерия Двух не хватает Боевая броня Нужна Вскрываем За сплавы Вскрываем Радио Исследования О Дымка И надо Сейчас Разобраться С этими С вышками Радионаблюдением Центр Военных Технологий Еще посмотрим Что у Снайпера Призрак Хорош Удар Растения Неплох Но Обычно Так Не Инициирует Может Несси Все-таки Может Все не то Мантич Пулеметчик То есть О Глубокое Прикрытие Тоже Ему Полезная Штука Так Как там Делать Подключение Вы можете Снимать ПБМ Сохраняя Возможность Контакт Постройте Радио Ретрансляции Получите Бонус Какой Бонус Что Можно Персональные Боевые Модули Восстанавливать Другим Солдатам Сохраняем Нужно Четвертый Регион Правда Притащить А если Ретранслятор Делаю То кажется Стоимость Стоимость Уменьшается Сейчас соберу Разведданные Хорошо 44 Нет Не так Сейчас Подождите Я туплю Это просто Типа Убежище Да Стоимость Стоимость Контакта 80 Мне кажется Что Там что-то Было Связано С вышками Что-то Было Связано С вышками Типа Их дополнительно Можно было Развертывать Для того Чтобы снижать Стоимость Подключения Нового региона Но Свободный Инженер Ой Вот это Косяк Конечно Ставим Инжа Копаем В меню Убежище В правом Верхнем углу Постройка Понял Это ваниль Говорят Сейчас Посмотрим Постройте Радиоретранслятор Сколько 150 Материалов Постановки Стоимость Восстановления Контакта С соседними Регионами Снизится Убежище В этом регионе Начнем Действовать С повышенной Эффективностью 150 Материалов Карл 150 Материалов Как Откуда Мне их взять Бабло Собирать Может реально Забьем И начнем Фармить В низкой силе Адвента Здесь не конспирация А деньги Тупо Ну там Троечка Пусть все Материалы Собирают Да даже И в текущем Регионе С силой 4 Можно всех Уже на Материалы А то Мне ни на Офицерку Не хватает Ни на Дополнительные Материалы Материалы Разведданных Уже Слушайте А может быть Я сейчас Подключу Пока Разведданные Есть Подключим Новый регион Получим Бонус По персональным Боевым модулям Мне же Нужно Еще Черт Мне же Нужно Еще Станцию Да Еще Деньги Нужны Еще Нужны Деньги Три Из трех Контактов Что Можно Продать Трупы Хорошо Вроде Идут Ядро Элери Ядро Элери Кажется Мне на Исследовании Как раз Нужно Да Продавался Здесь Конспирация Здесь Вовсю Да Сканем Сейчас Будет Миссия Суицидальная Стоп А как мне Перелететь Вообще Рейнджером В тот регион Где можно Посканить Что-то я туплю Вот Сейчас А Нужна Невышка Название Да Механика Несколько Изменилась На мой Взгляд По сравнению С Так Выходит На Контакт Возможен Наем Новобранец Выходит На Контакт Но У меня Сейчас денег На новобранцев Нет Проникновение 100-108 Препарирование Вайпером Получили Сплавым Еще Три Сплава Да Давай Два Дня Один День Стоит Улучшать Вышку Там Где Подветление Щейду Да Я Согласен Согласен Проникновение Минимальное Сопротивление Спасите Сторонников Поехали Кажется Это суицидальная Миссия На одного Человека Если Мне не Изменяет Память Нет Слушай У нас Пятеро Минимальная Миссия Пятеро Пептар Вроде Аспирант Рядышком Беска Тут И села Адвента В этом Регионе Такая Высокая То есть Реально Надо Чаще Конспирации Прибегать Если тебе Сложно Если Чувствуешь Что Враги Жесткие Конспирация И Тише Воды Ниже Травы Да Это Ничего Тебе Не Дает Но С другой Стороны Проблем Меньше Сейчас Если Получится Взять Денежку Мы В Офицерке Начнем Грейдить Больше Опыта Будем Получать Построим Спутник Дополнительную Зону Вышку В нужном Регионе Чтобы В разные Стороны Надо Бонус Посмотреть Где Какие Находятся Подключаем Новый Регион У нас Открываются Возможности В тех Регионах Где низкая Активность Адвента Устраивать Свои Порядки Представьте Что будет Когда команда Там Из Восьми Человек Просто Прилетит На Сорок Мобов Специально На Самых Базовых Мобов Там Даже Не Змеи Там Какие Офицеры Никчемные Придут В полном Эквипе С Перками На Дополнительный Лут На Какую Ни Миссию Без Ограничения По Ходам Вообще Это же Будет Такая Жара Главное Чтоб Пуль Хватило Ладно Это Потом Сторонников Были Схвачены За время Зачистки Держится В камерах Не Очень Далеко Четыре Человека Неплохо У этого Два Раза Больше Чем У меня В одном Регионе Маскировочка Есть Маскировочка Есть Так Плохо То Что Я на Крыше С крыши Ни хрена Не видно Если В любом Случшено Подходить И смотреть С угла Не факт Конечно Что Это Прям Прям Все Тебя Открывает Работаем Я могу Чесномерных Например Упасть И все Но повезло Со стартом Пробегаем Максимум Вообще Там такие Дмитрий Мирчук У него такая Такая маневренность У Хэвика Дичайшая Ой А у Аспиранта Вообще Правда У него стресс Как тебе С моралью Вообще Воля Никакой Безвольный Да Это вообще Безвольный Ой Как он Деньги Поживает Интересно 12 ходов Время Есть Противников 6-9 Минималочка Ребята Минималочка Вот и враги Офицер Обычный Этот Просто По стеклянной крыше Ходит 4 человека В принципе Учитывая то Что это половина Всего Что есть на карте Я думаю Что надо мочить Просто мочить Тем более У меня Два Рокетмена Есть Хорошо Было бы Подойти Еще Дальше Посмотреть Вдруг Там Следующий Пак Там Вышка Стоит Нет Там Никого Вроде Нет Ну Тогда Это Отличный Отличный Момент Для того Чтобы Зарядить Как Вот так Вот Просто И Все Поехали Поехали Че Главное Не промаз Промазываем Один упал По двум Промазали Точно Одного Ранили Один Просто Упал Да пошел Хорошо Этого Флангуем Этого Убиваем Этих Всех Короче Аспирантом Ниндзя Пока не будем Выходить Из укрытия Здесь Напрашивается Конечно же Либо Светошум Либо Гренка Обычная Но Гренка Обычная Нифига Не сделает А вот Светошум Или Сапресс Сапресс Тоже Не Либо На Обычных Часовых Тратить С другой Страны Тратить Гренку Еще Может Подойти Огнеметиком Можно Выкурить Их Подойти Вот так Вот сбоку Выкурить И подав Сапресс У них Ауеш Не Овервотч Один Падает Сразу Ж Второй Сейчас Побежит Этот Подгорел А белки Не работают Этот Должен Бежать Этот Должен Бежать Но Овервотч Напарывается Я промахиваюсь Но Интересная схема Вообще Так Русбрейн 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 0% Да Слушай У меня-то народу-то Нет Но они горят Все равно Какая разница А белки Юзать не могут Ты подойди Просто Светошум Кинь Чтобы точность У них была Никакая Все равно Две Две Светошумовые Из-за Прокаченной Классовой Блин Ну не классовой А просто Из-за прокаченной Белки Все У них такая ситуация Клевая Давай Найди 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 Это место Вот оно Где-то здесь Давай Что они Не могут Ничего не вязать Горят И хрен попадет Хрен попадут Мне кажется Я только одного Дезориентирован А второго Почему-то Не попадет Этот горит Да Дезориентации У него нет Этот Дезориентирован Не расслабляйся Только Это просто Из-за того Что силы адвента В этом регионе Низко Исключительно Из-за этого Овервотч Что я сделаю Ну здесь Гренко Напрашивается Просто И овер снять И Пацанов Забрить Но лучше Конечно Было добивать Гренко Надо было По другому Преценции Чтобы этого не добивать Лут Не уничтожать Ну чушь Я делаю В общем Так Давай тут Дуплетик Сделаем А у него Овер же А почему я Овер не снял Градатый опять Я по нему В принципе Не попал Выстрел в упор 5-9 Давай-ка Дуплетик Зачем Дуплетик Погоди Может он Кто-то Поможет Наверняка Кто-то Может Помочь Очень Неправ Я На самом деле Очень Неправ Надо Проверь 42 В группу Падешь Мы Сэкономим Патрон В Столетия 20 Нет Не получится У тебя Убивай Его Тогда Гарантированно 15 урона Скрыто Жуть Тут пока Овер Тут пока Овер Идем в сторону Сопротивления Так Это было Минус 4 Из 6-9 Аспирант Все еще Невидимый Это просто Замечательно Я Предлагаю Ити В По Внутри Здания Короче Продвигаться С какой Страны Будем Обходить А вон Дверь Давай Вот так В эту Дверь Мы Собственно Стремимся Собственно Все Патроны В дробаше Поп Потратил Подходи Пеп Подходи Подходи Родной 10% Стрима Это ухо Что Да Непонятно 5-9 Крит 80 Да нет Там А 80 Крит Да Надо было Пробовать Дуплет Хотя Это рискованно Было Но Если что Можно было Гренко Его добить Так же Как В прошлый раз Наверное Да Овервотч Слушаем В кого Слушайте Уже 8 ходов Для бежать Еще Приличный Отходи Не стоит Расслабляться Открываем Дверь Ну Я-то Их вижу Просто Я не хочу В темноту Бежать Да Никого Там Нет Всеми Двигаемся Эти двери Могут В любой момент Открыться Лучше Так вот Сильно На амбразуру Не лезть Все Таким Вот Они С крыши Змея Овервотч Попал на двоечку Промазал Так Сколько их? Четыре человека Ёп Рассеты Так Падает Один Второй Третий Четвертый Змея За углом Соберись Так Что мы видим? Змея Очень приятно Стоит Рядом Так А этот Где? Это Последний Кстати Товарищи Тут Напрашивается Огнемет Конечно Подвоим И наверное Нужно Ниндзю Подводить Сюда Ой Как рискуешь Что ты Погоди У тебя же выстрелы С дуплета Нет То есть Ты можешь только сейчас С руки Стрелять Или кидать Выстрелить И кинуть гренку Очень плохо Ты точно Вырываешься Вопрос только В кого? Восемь человек Это все Что здесь есть Беска Шкода Либо жарит Либо Этот Гренку кидает Гренка Гарантированно Левого А если я подожжу Змею То не будет Обилок Правильно ведь? То есть В принципе Я могу Подойти сюда Пожечь Не факт Что ты достанешь Дальний он Может гарантированно Убить вот Вот этого товарища Это ладно Окей Дальше Все так хорошо Все так хорошо Я весь во флангах Можно полимерчиком Для начала Уйти сюда В полу кавер Фул кавер И этого Оценить шансы И если что Могу Гренку Кинуть В любое место Восемьдесят восемь Восемьдесят четыре Да пошел Так этого Скорее всего Убиваем У него шесть хитов У меня урон Пять семь И плюс еще треть Крита Ладно хорошо С этим допустим Мы разобрались Здесь Дмитрий Мерчук Опция ракета Но не хочу Лучше огнемет С этой позиции Скорее всего Да Да Так Сейчас попробуем Какого лешего Как До Ниндзи Должен бежать Вопрос Кого Стоп Не торопись Не торопись Не торопись Ой Твоё Налево Так Так А у тебя Какой урон Два четыре То есть Ты этого Вообще Скорее всего Убиваешь Да Давай Два четыре Попробуй Восемьдесят пять Восемьдесят процентов Крита еще Давай Лук Берем Окей Закрыли Этот вопрос Остается Змея Этот И этот Ориентировочно Этого Мы убиваем Здесь Мы либо Рокет Кидаем Здесь Рокет Можно кинуть Почему нет Глядишь И стеночку Подрежем Вот так Ладно По себе Не попасть Дебил Кусок Еще один Это Два Человека Змея Естественно Опаснее Два Ранения На ровном месте Так Ну и остается Товарищ Которому Надо Жарить Уходим За Фул Кавер И Жарим Его По Возможностям Два Два Пять Убить Не Убьем Обилок Нет Паника Может Не Убили Капец Ну не Стреляй Так Шесть Шесть Ходов Ребят Шесть Ходов Ну вроде Ааа Сейчас же пойдут Еще подкрепы Ё-моё Подкрепы На подходе Уже Ой Миша Срочно 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 Беги 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 Всеми беги Куда Эвакуация Лево Далеко Это еще далеко Не все Так Вопрос Куда Она Присобачится Это Подкреп Так Допустим Мы здесь Откроем Надо Всеми Сюда Всеми Убегать Открепа Приходит Сразу Даже Это Где Вообще Так Один Со Станом Один Пулеметчик Один Обычный Блин Нет Четверо Их Четверо 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 Еще Они Сразу За Дверью Что Ли Мне кажется Сразу За Дверью Грязь Два Ранения Два И Три Хита Капец И На Спасение Надо Желательно Специалиста Брать Но Спец Он По Другим Обилкам Не Очень Эвакуировать Всех Я предлагаю Пускать Леммингов На Пофиг Учитывая Что Я Не Знаю Где Враг Пусть Они Бегут К Точке Эвакуации По Разным Этим А Вот У Каких Дверей Они Так Кстати Этот Лемминг Нам Очень Помог Его Мы Продаем А Сами Выходим Через Другую Дверь Очень Грамотно Сейчас Получится Должно Получиться Я надеюсь Не хочу Говорить Гоп Надо было Выходить За Предел Ошибка Чтобы Они Даже Если Зайдут Внутрь Не Увидели Что Я Здесь Да Без Паники Ребят Все Нормально Ой Видит Кажись Overwatch Пробегаем У него Броня Просто И Многих Хитов Эвакуируемся Я Не Все Мы Успеваем Теперь Бежит Раненый В первую Чуть Надо Уводить Мне Больше Все Беспокоит Мне Больше Все Беспокоит Станющий Чувак Если Я Эти Два Ранения Не Получил Была Беликолепная Миссия Просто Великолепная Тут На Фул Отходим Была Под Полное Укрытие Этим Лучше Дальше Надо Валить Полностью С Богом Ребят Если У меня Конечно Ученые Восстанавливаются Они будут Побыстрее Да и Миссии Такие Не шибко Не мега Дикие Как На Прошлой И Для Того Чтобы Комфортнее Было Играть Нужно Как Можно Быстрее Ставить И Включать Новые Регионы Так Этот Не Успеет Уже Никак Он Стрелять Собирается Просто По Мирному Может Попасть Фух 74 Он Промахивается Может У него КД На Оглушение Ой Опасно 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 Умрет Да И Еще Overwatch Поставил Здесь БСК Я Снимаю Овер Че Еще Делать Ну Это Под Под Кавером Пять Хитов Да Что Ты На 35 Попадаешь Три Ранения Это Фейл Миссия Ребята Фейл Миссия Ну Вроде В этот Ход Все Убегают Даже Лысый На Последний Ход Убегает Один Как Тоже На Последний Хорошо Ну Хоть Так Уходим Половину Половину Наших Спасли Три Ранения Получили Жалко 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 Начало Было Неплохое Первый Пак Минус Второй Пак Сразу Практически Тоже Минус Если Не Ракета Которая Ранила Двои Ну И Дальше Так Три Левела Ап Аспирант Головорез Рус Брейн Подстольный Магазин Диан Разрушитель Такого У меня Еще Немного Я Не Прокачивал Так Далеко Товарищи Диверсионная Ракета А Это Дезориентировать Поражение Оставшись Что Дымовую Завесу Диверсионная Какая-то Ракета Выстрел Особой Ракеты Насечу Органический Урон Но имеющий Шанс Глушить Глушить Дезориентировать Органических Противников В зоне Поражения И оставляющий Домовую Завесу Выхлоп Использование Огнемета Оставляет Вокруг Солдата Облака Дыма Увеличиваем Защиту Класс Он По линии Огнемета Развивается А не ракетчик Мне просто Любопытно Было Что там За навык Приклад Иглушитель И два Товарища Которых Можно С Волей Восстановления Отлично Восстановился Вооружейный Ожидает Приказов Новобранец А это Новобранцы Новобранцы Так У нас Есть Соточка Разведданных Подключать Мы конечно Ничего Не можем Денег Нет И деньги Нужно Фармить Деньги Нужно Фармить Скорее Всего Вот здесь Вот Поступ Вася Они тут И фармятся Михаил В Новой Арктике Товарищ Конспирации Это Вот Спасенные Ведьма Козлов Тоже На материалы Моего Еще С уникальными Способностями Исследование Идет Гремли Накопают Денег Нет Ну вы Знаете В общем Репарировали Труп Сканер Боя Может быть Хотя Нинди Справляется С этим С этой Задачей Один День Обломки Дроида Откуда Такой Пестрый Новобранец Таких же В армии Не берут Вроде Когда Мир в опасности Берут Всяких Даже Этого Ведущего Маркони До Терка Так БСП Продолжаем Вот Сейчас Выбор Либо Наверное Все таки Нужно Еще Другого Офицера Подучить То есть БСП Плюс Еще Кто-то Кто У нас Лучше Всего Подходит На роль Скорее Рейнджер Псих Плотный Или БСП А нет БСП Только что Был Штурмовик Не очень Хочу Она хоть и Плотненькая Но ей Приходится Далеко Бежать Снайпер Слишком Далеко Обилки Не Узаются А рейнджер Как правило В центре Внимания Поэтому Морус Брейну По блату По блату Естественно По Дичайшему Делаем Лидером Тут Нейтрализация Цели Проникновение 180% Новые исследования Что еще Что еще Солдат Труп Лерий Зона испытания Это у нас Приведет сюда Еще Сплавы Ну Сплавы На броню Материалы 15 сплавов Может быть Таким образом Я вскрою Одного Вскрою Второго Будет Плюс 5 И как раз 15 сплавов Давай Наверное было Сколько жилетов Делалось Минимальный Пакет данных И Ивент Сюда Кажется Вообще Полетели Полетели Упыри Никчемные Упыри Человека 3 4 Но их 6-9 И Нужно Убить Випа То есть Без Каких Либо Там Выпендрежей Просто Убиваем И валим Убиваем Валим Убиваем Валим Хорошо Даже Вот Прокаченные Товарищи Видите Как с этими Ивентами Которые Подкрепления Сразу же Приходят Точность Повышенная И жизни Побольше На серии Ошибок Моих И все И сразу У тебя Там Ранение 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 После этой Миссии Нужно В этом Регионе Часть В развед Данные Послать Потому что Освободится Две Бригады Которым Нужны Будут Миссии Или Забить На Миссии Пока Лучше Деньги Офицерочка Эти Да Да Забей Материалы До конца Месяца По крайней Мере Опять Убить Випа Да 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 Опять Убить Випа Не захватить Убить Випа О Тут Неплохие Товарищи Нефанду Вижу Два Рейнджера Хейвик Вип Близко Эвакуация Вообще Близко Извините Пожалуйста У нас Четверо Ребята Четвером Аккуратненько Разведочка Я же еще бы Жилетов Напокупал Точно Точно Тут двое Мирных Гадов Тут можно Сагрить Сразу же Давай-ка ты Наверх Осмотришься По крайней мере Будет видно Что дальше И за углом Хорошо Ничего У ледокола Здесь Уничтожение Укрытий Пробегает На фул Ох Патруль Там кажется Два пака Я видел Змею Кажется Вторая была Змея И Пара обычных Светошумовая Есть Даже Две штуки Дым еще есть Тут вообще Спринтер Товарищ Эксперта Эксперта Вплотную Может только Пару раз Выстрелить На этом Его полномочия Все Окончены Чего там Кто Три Змеи Нифига себе Какой Пак Ой Ребята А что это Такое Верный Выстрел Случительные Метки Получают Наносящие Только половину Урона Со штрафом Притического Два Боекомплекта Это Серьезный Пак Сражаться с ними Я конечно же Не буду Серьезно Я не хочу Я лучше Обойду К точке Эвакуации И випа Как я не буду Месить Заберусь Наверх И все Тут Так Давай ты Сначала Сюда А вот Вип Это только Половину Врагов Понимаете Половину Три Змеи В первом Паке Это Я так На это Не подписывался Вообще То Вышку Проверь Да Кстати Вышку Можно проверить Прицел И прицеливание Отряда 25 Обходим Потенциально Опасный Пак Стараемся Не Спалиться Скоты Возвращается Назад Отсюда Можно Хорошо Пострелять Я В одном Ходу От Випа И Да Блин Не Самая Удачная Крыша Капец Ну это Все Все что Есть На этом Ловеле На подкреп Думай Михаил На этой позиции Ты скорее всего Сагрешь И тех И тех По сути Себе нужно Убить Только Вот Этих Нет 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 Пойдешь Эвакуироваться Получишь Ой Твою Мать Извините Что Делать Может Вообще Направо Передислоцироваться Уйти Свеже На Этих Попробовать Разобраться С этими Упырями Получается Так Таким образом Я буду Эквакуации Близком Да Я не вижу Заменился С той стороны Думаю Всеми сюда Очень Стремно Очень Ковра Тут Еще Не завезли Местами Флаговать Будут Гады Сокращать Дистанцию Надо Тебе Может быть Даже Куда Куда Вот Так Далеко Далеко Да То есть С этим Паком Мне Вернее Нужно Сражаться Учитывая То Что Он Тусуется На Эвакуации Плюс Он Слабее Нужно Даже Хэвиком Перейти Сюда Вообще Ему То Пофиг Откуда Кидаться Точность Ему Не Столь Принципиально Так Будет Меньше Вероятность Что Он Випа Спалит Да Давай Так И на Следующий Ход Жесть А ты Чего Тоже Сокращать Дистанцию Надо Рейнджеры Такие Понатренировали Фланг Будет Так Фланг Не Будет Давай О Ребята Залез Я Не Знал Куда Ладно Подходи Так Чтобы Змеи Сюда Не Пошли Ну Куда Жив Ребят Ушки Этих Убить Тебе Поубить Эвакуироваться Тудже Да 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 Ну Что Жду Сделаешь Отходим Отходим От одних Подходим К другим Фланг Вероятен Весьма Ну Надеюсь Змеи Придут В себя И нормально Будут Все Делать Нормально Назад Короче Пойдут Чего Не ко мне Все Идут С ДП Шли Змеи Ну Что Ты У Точки Эвакуации Правильно Правильно К тебе Скорее Все Сейчас Будут Возвращаться Те Ты Их Видишь Ой Далеко Ты Можешь Замочить Випас Валить Одним Ходом Кстати Могу Сколько Интересно У него ХП Ладно Давайте Я Хэви К Реально Возвращаю Сюда Чем Мучаюсь Реально Реально Страховочным Бугренком Сколько У него ХП А там Ваншот Что-ли Нет Вроде Ван Или Видимо Это Ваншот Так я Могу Прямо Сейчас Все Сделать Если Попадешь Ах Не Не Надо Да Еще Один Ход Справа Товарищ Возвращается У меня Кстати Ход Не Расходуется 5 ХП Как 5 Если На нем Не написано Какое количество ХП 5 Было У этого Ж Ты Чего 5 ХП Ж Живой Живой Сколько У него ХП Эвакуируйся Кто последний Тот Нубас Протоколом Его Помощи Пробуем Подойти Кинуть Гренку Здравствуйте Фланги Разведывать Нет Разведывать Не будем Фланги Сейчас Массаж Шесть Ходов Надо Валить Отсюда Закрываем Его Вот так Греночкой Взор Ви Машину Все нормально Все под контролем Друзья Все в порядке Не переживайте Я сначала должен был Подойти К эвакуации А потом Кидать Гренку Правильно Ведь Мне Оставаться Здесь На ход Вот Нубасы Подтянулись Все Низейшие Темнейшие Хорошо Ранений нет Випа убили Безупречно Говорят И основной опыт Получается за выполнение Миссии Поэтому Процент попадания Нет Процента Никакого В среднем Врагов убито Заход 0,14 За килл Випа Не дают Интела Нет Не дают Разведданных Конечно Но я не полезу На трех Змеи Какими-то Нубасами Я мог Но были бы там Не только Змеи Сразу Пак бы Второй Был бы Короче Это не нужно С пушками Еще четырьмя Один Левелап Он Эксперта Только Так Он у нас Рейнджер Лицом К лицу Конечно Криты На Дробаш Убитый Вип Так Препарирование Идет Я хотел Вернуться К Нет Я думал Вернуться К разведданным О Мэг Сопротивление Дадут Сбитый корабль Пришлось Поехали Это не DLC Случайно Ребята Или мне Просто Мэга Дадут Просто Мэга Дадут Еще Сплавы И еще Сплавы Нужно 15 Сплавов И Бабло Тогда у нас Будет Возможность Броньку Сделать Еще Три Сплава Все Кто Это Достанем Мэг Сопротивление Здесь Упало Нело Сбитые Зенитные Ракеты Сопротивление От Самого Корабля Мало Что осталось Однако В грузовом Контейнере Выпавшим При падении Наша команда Обнаружила Отключенный Но почти Непривожденный Мэг Мы смогли Перепрошить Систему Заставить Подчиняться Персоналу Икском И сопротивление Скоро он Будет Доставлен В убежище Сопротивление Так Стоп У меня же Еще на следующей Миссии Персональные Боевые Модули Зайти Должны Сила Адвента Три Четыре Хорошо Контакт Нет Черный рынок Нет Здесь А где Мэг Вообще В каком В каком Из Скоро Доставит Говорят Видимо Может быть Куда я прилечу Там и будет Может он В пустое Тоже Только Мэка Нет Мэка Нет Так Мантич Прошел Обучение Глубокое Прикрытие Новая Цель Инжа Дадут Ребята Незначительная Два Дня Четырнадцать Часов Да вы Издеваетесь Эвакуируйте Випа Это Можно пройти Одним Человеком Попробовать Два Дня Четырнадцать Часов Это работа Под одного Под одного Маневренного Кого? Аспирант Ниндзя Жалко Ниндзя На такой Миссии Тратить Да он Не потратится Берешь Ему Еще Модуль Персональный Боевой Нет Не сливай Такие вещи На нем Глушитель Можно взять Да Незначительное Будет Увеличение Осложнение Инж Очень нужен Армор Армор И дым Пожалуй Списки Убежищ Синий Зачем Где Маки Понятно Полетели Справа Вверху На карте А честно Не делать Он будет Просто Участвовать В тех Миссиях Где Будет Задействованы Сопротивления Этого Убежища Начинаем Проникновение Макс Верху На карте Апс Я начинаю Тупить Сверху На карте Сверху На карте А да Для заданий Ясно Окей Новая Арктика Так Все Хватит Хватит Не путайте Меня Ой Некоторые Противники Беспокоящие Огонь Вероятность Промаха В царапину Окей Вскрылись Сектоидом Новые исследования Что у нас там Начало первого Спать Откуда у тебя Такая футболка Я даже Не замечаю Тебя В этом Камуфляже В таком Так Изъять 8 кристаллов Иллирия Вот что Может быть Понадобится Тогда мы можем Лазерное оружие Вообще делать Должны были Разбор Эллириевого Реактора Делать На лазерного Оружия Запоминай Ой Запоминай Ну бас Два дня Разбор Эллириевого Редактора Редактора Реактора Лазерное оружие 14 дней Два сплава Ну правда Потом нужно будет Пушки апать Да и Броню то тоже Придется Да давай Лазерное оружие Эвакуация Випа Проникновение Неполное Незначительное Неминимальное Ну я не мог Минимальное Сделать Главное что Не ниже 92 процентов Спустилось Поехали Сложная Но важная Миссия Потому что Второй инженер Даст мне Двух гремлинов И соответственно Реле питания Спутники И любое другое Третье здание Снизу или сверху Построенное Оно получит Необходимую поддержку Не от одного инженера А от двух гремлинов Поэтому ценой бойца Только Не говорите об этом Аспиранту Нужно эвакуировать Випца Не вздумывайте Да нет Я скрою еду Естественно Завтра же понедельник Рабочий день Хотя бы Прошло времени 3-2-2 3 часа 22 минут С начала трансляции Можно знаете Каким образом Попробовать Я же все-таки За ниндию играю Маскировки У меня изначально Не будет Но я могу Благодаря ниндзе Проходить И смотреть Где наиболее Безопасный путь И вот таким вот Способом Эвакуировать Випа Желательно Чтобы было По крайней мере Два альтернативных Варианта Как я могу Его вывести Из опасной зоны Как я могу Его эвакуировать Идти мне Не очень далеко Давай-давай-давай Ты в курсе Что проект Аватар идет Ты просто его не видишь Нет? Он не отлично живется Так, пока врагов не видим Пробегаем на фул Ну ивенты Аватаровские проходят Поэтому Да, поэтому Держись Слева Слева была Движуха Вижу вышку Проходим так Правбуков Пока не вижу Но выскочить Могут сразу А вот враги Ой, какой пак Жирный Так, помню 10-12 человек Надо уходить Наверное Влевом Не знаю Они, конечно Могут уйти А могу на какой-то Халяве Пробежать Мимо Но что-то Мне кажется Это Крайне Маловероятно Вообще Через ханкер Надо двигаться На бас Они уходят Может тут Раскочим Еще внутри Пак Так Обходи Аккуратненько Раз Два Обойти Будет сложно Но я могу Подождать Когда Когда Или Если Они Разойдутся Или Спрятаться Так Чтобы Меня Вообще Не видели Никак Через Кого Лучше Бежать Через Левых Лучше Бежать Михаил Через Левых Через Левых Ты не знаешь Куда Эти Идут Они Могут Тебя Уже Следующим Ходом На Следующем Ходу Понимать Подходи Наполовинку Иханкерин Ой Так Может Ниндзя Отлечь Чисто Теория Ниндзя Может Сделать Дезориентацию И Спрятаться За фул Кавер Пока Вип Пробегает Или Сделать Дым Блин Я рискую Надо Во-первых Сейчас Отойти Будет Потому что Все равно Смогу Эвакуироваться Но Если Мне Фланганут Будет Плохо Поэтому Подходим Вот Так Для Начала Скорее Випа Я Перевожу Чуть Чуть Левее Все Таким Блин Какая Грязь Блин Так А если Обойти Еще Есть Время Обойти Обойти Это Два Полных Пака Да Там Было Человек Пять Здесь Шесть Человек Ну В лоб Ты Не Пройдешь Короче Обходи Випом Два Кусок Да я Ханганут Мне этого Еще Твори Два Ну Что Вип Сейчас Предоставлен Сам Себе Аспиранты Я Скорее Он Просто Вот Эту Штуку Обошел На Одну Клетку Прошел И Все До Свидания Может На Пофиг Сюда Кинуть В него О Этому Оглушение Еще То есть Ты Не Убежишь В любом Случае Надо Кидать В тебя Дым Если Ты Хочешь Попытаться Спастись Хотя То есть Полный Кавер Аспирант Типа На пол Ход Ой На Пол Хода Уходит Это Уже Риск На самом деле Не Факт Что Нужно За Него Сейчас Списываться Вообще Что Во Первых Там Мэки И Прочая Хрень Но Инж Нужен Может И Полевее Он Не Убежит От Вот Этого Товарища С Мечом Я Могу Аспирантом Отойти Вот Так Чтобы Не Фланганули В Следующий Ход А Там Офицер Сверху Капец Аспирантом Нужно Сделать Так Чтобы Его Не Фланганули С Одной С С С С С С Типа На Следующий Ход Бо Ушел Армор ХП У него Есть Забей Нинжа Беги А Сколько Дым Нам Дает Двадцатку Нет Я Должен Придерживаться Миссии Спасти Любой Ценой Дымом Прикрываем Вот Так На Случай Следующего Кавера Этот Может Вообще Попытаться Уйти Я Его Флангую И Подходит Друзья Капец Это Жесть Ой Такой Стресс Представляете У человека Какой Стресс В Реале От Этого Мэг Уже На Точке Эвакуации Овер Воч Понятно Кажись Я Оставил Фланг 95 Точность Мимо Мимо Че делать Випу Да Потеряли Аспиранто Блин И вы Похоже Черт Одна Ошибка С этим Обходом На клеточку Ребята Надо было Я просто Не обратил Внимание Что когда он Бежал Вип Он Обходил Скамейку Она там была За деревом Кажется Я не видел Вообще Эту скамейку Зря Спешил Я не спешу Я просто ошибся Я не спешил Так Есть еще один Офицер Можно сейчас Качать Следующего Там же Офицеры Вообще Классные Они С Обилками С Прекрасными Берем Кого-нибудь Из текущих Офицеров Типа Типа БСП Получай Или Обстрел Всем Защиту От командования От взрывов На 4 Два раза Задание Доступное Действие Повышается Вероятность Крисического Кладания Всех Солдат Получай Учим Слушайте Здесь Сила Адвента 3 В следующий раз Я здесь Разведанные Буду мутить Ой Ой Убежище Сопротивление Атакованным Народом Народ Так Там много Оверов Нужен кто-то Мобильный Надо и основатель К миссии Да, хватит Ребята Все Я пойду отдыхать Жена ждет Завтра понедельник Нужно Работать Всем привет Спасибо за внимание Сегодня и так У нас был Целый день Целый вечер Стримов Началось Всего Часа в Два Или в Три Поиграли В Икс Ком Потом Гуд Дэйт Потом Еще Икс Ком Хватит Там Хвостов Еще Столько В скайпе Я Сегодня Вечером Проигнорировал Сообщение Десять От разных Людей Надо Сейчас Что-то Важное Разобрать Поэтому Извиняюсь Мне Очень Хочется Поиграть Тем более Что Мне кажется Я уже Начал Понимать Основу Лонг Уора И Можно Еще Жить Правда Адвент Еще Надвигается Но Это Ладно Другая Тема Ну Увидимся С вами Скоро Либо На Резиденте Либо На Икс Чем Благодарю За Все Кланяюсь До Продолжение следует